Только представьте, ни одно племя в истории завоеваний американской земли никогда даже близко не причинило столько опустошений и смертей, сколько причинили Каманчи. Испанцы, суперзавоеватели своего времени, которые уничтожили, просто раздавили могущественных ацтеков, когда эти ребята столкнулись с Каманчами, они заперлись в своих фортах. Мексиканцы, которые пришли на смену испанцам, они отгораживались живым щитом из европейских поселенцев. Американские военные, они вообще не знали, что делать с этими Каманчами и как остановить кровь, заливавшую землю Техаса. Это единственное племя, с которым им пришлось воевать 40 лет. И вот вместе с образом прирожденных беспощадных воинов, групповыми изнасилованиями, пытками ради удовольствия, со всем этим разберемся, идет куча интересных, даже потешных деталей. Например, что обычный Каманч на самом деле это был крепкий весельчак, который любил пошутить, посплетничать, который просыпался и ложился с песнями, особенно с песней про самого себя, сочиненной знакомым шаманом. Что при в целом, но очень хромающей гигиене, даже среди остальных индейцев Каманчи отличались какой-то особой неприятностью. И при этом каждый из них чрезвычайно заботился о своих черных, как вороное крыло в волосах. И так далее, и так далее. В общем, что я сделал? Есть замечательная книга, которая называется «Empire of the Summer Moon». В переводе на русский «Империя летней луны». Автор Сэм Гвини, книга-финалист Пуллицерской премии. Но тот же самый мистер Джо Роган, топовый подкастер, он уже полгода через раз из этой книги вспоминает какие-то отдельные факты о жизни Каманчи. На ее основе, на этой книге, и на мемуарах непосредственных участников событий, на которые, собственно, сама книга и ссылается, я попытался сделать такую краткую версию истории Каманчи. Естественно, насколько это вообще позволяет авторское право. С Сэмом Гвини, автором книги, я связался, он разрешил цитирование. То есть, со всем уважением, ссылки вообще на все источники можно найти в описании. Там же в описании есть тайм-коды с содержанием подкаста, если вас интересует какая-то конкретная тема. Что еще во всем этом было для меня удивительно? Что ключевую роль как в судьбе всего племени Каманчи, так и по факту США, играет история одной женщины. Она очень хорошо демонстрирует, насколько вообще в нашей жизни тяжело как-то все однозначно разделять на черное и белое, плохое и хорошее. В двух словах. Главная героиня – одна из первых американских поселенцев. Часть ее семьи индейцы-зверски убили, саму героиню взяли в плен, приняли в племя, где она прожила 24 года, а затем она попала в плен во второй раз. Но теперь уже в плен цивилизации. Это была Синтия Н. Паркер, обычная американская женщина, которая стала законной Каманчи и матерью Кваны Паркера, последнего вождя самого свободного племени американских индейцев. Итак, история начинается на Диком Западе, в Знойном Техасе, но не сказать, чтобы в совсем далеком 1836 году. Это беспокойное время противостояния Техаса и Мексики. В этом же году мексиканские войска они сначала убили несколько сотен Техасов в небольшой католической миссии Алома, но пытались подавить народное сопротивление, а чуть позже хладнокровно просто расстреляли 350 техасских солдат, которые уже сдались в плен. История нас учит, что подобное бесчинство и несправедливость, они не могут продолжаться вечно. Должны быть хотя бы какие-то перерывы. И действительно, уже под конец года отряд Техасов перехитрил мексиканскую армию, загнал ее в угол и уничтожил. Так наступил конец мексиканского владычества и родилось новое суверенное государство под названием Республика Техас. Среди ликовавшего населения этой земли была большая семья предприимчивых, глубоко религиозных переселенцев с востока, известных как Клан Паркеров. За три года до этого события они сорвались из своего цивилизованного штата Иллинойс на востоке и отправились в этот дикий неосвоенный штат Техас на западе. Решиться на подобную авантюру им помогли обещания свободной земли от мексиканских властей на каких-то совершенно фантастических условиях. В обмен на эфемерные просто формальные обещания верности Мексике, но напоминаю, это было за три года до того, как Техас отделился от этой самой Мексики. Несколько семей Паркеров навсегда получали в собственность в общей сложности 16 тысяч акров земли в самом центре штата. Для нашего понимания это участок примерно 8 на 8 километров. По меркам их родных земель настоящее королевство. Вдобавок они на 10 лет освобождались от налогов и таможенных пошлин. У меня лично сразу возникает справедливый вопрос, напрашивается, а откуда такая щедрость? Может быть земля была какая-то никудышная? Земля была великолепная. Она располагалась на краю чрезвычайно плодородной так называемой техасской черноземельной прерии. Даже само название как-то сладко звучит. Там были богатые леса дуба, ясеня грецкого ореха, которые прерывались широкими прожилками холмистых лугов. Были и бурлящий источник, и несколько ручьев, и близлежащая река Новосота, рыба, дичь. В общем, не место, а благодать. Если бы не один маленький нюанс. Это была земля Каманчи, которых, естественно, никто ни о чем и не собирался спрашивать. Как бы то ни было, через два года шесть семей Паркеров, в сумме где-то человек 20, они построили на этом участке форт площадью в один акр. Это 60 примерно на 60 метров. Чуть больше половины футбольного поля. По углам стояли четыре Блакгауза. Башня, откуда можно было вести круговой огонь из ружей. Ну, обороняться. Внутри стояли шесть скромных бревенчатых домиков. Окружал все частокол в четыре с метра высотой из кедрового дерева. Главный вход закрывали добросовестные пуленепробиваемые ворота. Форт Паркеров был своего рода идеалом любого первопроходца американского того времени. Форт мечты. Настолько он был хорош. Но еще одной важной особенностью было то, что располагался он на самом дальнем краю границы освоенной территории. Рядом не было ни поселений, ни городов, ни каких-либо вообще постоянных построек. Разве что редкие чахлые хижины местных индийских торговцев. Ну, такой местный малый бизнес того времени. Тогда, конечно, уже номинально существовали такие города, как тот же Сан-Антонио. Но по факту, в действительности, все население были просто фермерами. А главное, мы уже с вами отметили, что мексиканские силы, пусть даже незначительные, они теперь из этих мест совсем удалились. Более того, чтобы до конца понимать драматизм ситуации. Следующий штат к северу от Техаса, сверху, штат Оклахома, это была чисто индейская территория. Ну, конкретно туда переселяли, ссылали племена более покорных индейцев. А равнины еще севернее Оклахомы, еще выше, они вообще еще не были освоены цивилизацией. То есть земля Паркеров была, как пишет Сэм Гвини в своей книге, кончик тупого пальца англо-европейской цивилизации, выступающего в последний оплот диких индейцев в Америке. Это было чрезвычайно опасное, вообще последнее место, куда могли стремиться люди откуда угодно, не говоря уже про семьи с маленькими детьми. Однако, как это бывает в хороших историях и не очень, в то теплое весеннее утро 19 мая 1836 года семья вела себя так, словно они жили на курорте. Мужчины спокойно женщины и дети занимались своими делами и хозяйством в стенах форта, а широко открытые те самые бронированные ворота, они как бы приглашали зайти всех желающих на огонек. Хоть Паркеры и непосредственно участвовали в формировании первых род техасских рейнджеров, а они-то как раз и создавались именно для борьбы с командчими, дядя Джеймс Паркер, местный командир, он почему-то распустил войска под своим командованием. Позже было предположение, что, видимо, у правительства просто не было деньжат, чтобы людям платить за службу. В любом случае, это не объясняет, какого рожна он и его брат Сайлос, тоже капитан рейнджеров, они решили, что они хоть на секундочку были в безопасности. Как минимум, они не могли не знать о недавних нападениях командчии в этом районе. В прошлом месяце атаковали караван и похитили двух женщин. В начале месяца напали на другую семью, двоих мужчин убили, а женщину и детей взяли в плен. В общем, поводов для беспокойства было предостаточно. Собственно, долго ждать гостей им не пришлось. Утром в 10 часов к форту подъехал и остановился большой отряд индейцев, около сотни. Незваные гости принесли с собой белый флаг, такая как издевка, что ли. Если бы Паркеры не были новичками в этих землях, они скорее всего сразу бы могли сообразить, что это за ребята, раскрашенные из цвета войны, и что ничего хорошего от них ждать точно не стоит. Но они не нашли ничего умнее, как, ну так скажем, подыграть индейцам. Поэтому 48-летний Бенджамин Паркер, один из шести мужчин в форте, он вышел за ворота поздороваться. Долго индейцы не думали, они моментально окружили мужчину, проткнули копьями и, вероятно, с еще живого сняли с него скальп. Все произошло в мгновение ока, и индейцы бросились на форт. Сестра главной героини, рожеволосая Рэйчел Паркер со своим маленьким сыном, она быстро сообразила, чем все это дельце, собственно, попахивает, и пыталась бежать. Но индейцы тут же эту попытку пресекли. Рэйчел оттащили к основной группе индейцев, где ее тут же начали хрестать кожными кнутами женщины Каманчи. Тем временем они уже прихлопнули, индейцы, капитана рейнджеров, того самого Сайлоса, пару его ближайших родственников, и всех троих скальпировали. Старейшина семьи, Джон Паркер, вместе с пожилой женой и дочерью, молодая вдова Элизабет Келлок, они тоже пытались бежать. Они успели проехать примерно с километр на повозке, когда их догнали Каманчи. Главе семейства отрезали гениталии, сняли с него скальп и забили тамагавками. В каком порядке одному богу известно. Бабушка Паркер, она пыталась была отворачиваться от всего этого зрелища, но индейцы заботливо поворачивали ее голову и заставляли наблюдать за всем этим процессом. Ее толпой изнасиловали, вонзая при этом нож в одну из грудей и бросили умирать. Каманчи вообще насиловали молодых девушек, пожилых женщин, маленьких детей. Для них возраст не имел вообще никакого значения. Мы с вами дальше разберемся, почему. Элизабет Келлок, дочку, ее посадили на лошадь и увезли. Пыталась скрыться со своими детьми и мать нашей главной героини. Индейцы вырвали из ее объятий двух детей, тут же закинули на лошадей и увезли в неизвестность прерии. Вот эти двое детей, которые помчались в глубины великих равнин, они вскоре стали нарицательными именами. Наша главная героиня, голубоглазая Синтия Н. Паркер, которой было 9 лет, и ее 7-летний брат. Налет занял всего полчаса. В результате пять человек убили и пятерых взяли в плен. Это разделяемых как бы на три эпизода. Итак, взяли в плен Элизабет Келлок, вдова лет 30, наша главная героиня Синтия Н. Паркер с ее братом и ржеволосая Рэйчел Паркер с ее маленьким сыном. Это первый ребенок, который родился в форте. На прощение индейцы разграбили и подожгли пару домов, поразбивали бутылки, утварь и, как пишет сама Рэйчел, вынесли огромное количество книг и лекарств ее отца. Цитирую, «Среди лекарств был пузырек с измельченным мышьяком. Индейцы приняли его за белую краску, которой они разрисовывали свои лица и тела, растворяя в слюне. Мне принесли бутылку, чтобы я объяснила им, что это такое. Я сказала, что не знаю, хотя знала, потому что бутылка была помечена». Четверо индейцев вымазали этим мышьяком свои лица и вскоре умерли, естественно, в ужасной агонии. Кстати, Каманчи всегда забирали все книги, которые только могли найти. Почему? Потому что они набивали книжной бумагой свои щиты. Например, легендарный скотовод и техасский рейнджер Чарльз Гуднайт, он однажды вскрыл такой щит и обнаружил внутри целую книгу «История Римской империи». Делали эти щиты из двух слоев самой прочной сыромятной кожи с шеи бизона, американского буйвола, которые потом еще дополнительно закаляли в огне. Но если между двумя листами этой кожи плотно набивался еще и слой бумаги, ну или запихивали целую книгу, как в случае Гуднайт, тогда щиты практически не пробивались даже ружейными пулями. Такой был у Каманчи секрет. Этот налет на Форд Паркеров со всей своей жестокостью, вот в действительности он был в тех местах обычным делом. Такая мрачная реальность пограничья. Интересно, что пресса того времени, она отказывалась даже признавать, что женщины вообще в принципе были жертвами насилия в этих индейских, цитирую, грабежах. Любимый эвфемизм, то есть нейтральное слово, которым СМИ называли эти налеты. Хлопок. Однако, как это обычно и бывает, люди были и так в курсе, что происходило на самом деле. Там дело было не в интернете. С подобными набегами уже жили и испанцы, и их преемники мексиканцы, и другие племена индейца в течение столетий. Но если раньше большинство набегов были ради наживы, там лошадь украсть, чем еще поживиться, то сейчас главным мотивом была месть. Почему месть? Даже если мы опускаем факт, что у индейцев отбирали вообще-то их исконные земли, а возьмем только к примеру, только к примеру, так называемую резню на Сент-Крик 1864 года, когда американские регулярные войска напали на мирный лагерь Шаенов и Аропаха, то по сравнению с этим мероприятием насилие со стороны индейцев в форте Паркеров, оно покажется просто лишенным воображения. У Каманчей конкретно логика нападения была простая. Мужчин либо сразу убивали, либо пытали до смерти. Кого-то быстрее, кого-то дольше, в зависимости от того, сколько было у Каманчей в запасе времени. Взрослых женщин насиловали и могли убить, но чаще всего оставляли в качестве рабынь. Младенцев убивали без вариантов, у них не было никаких шансов. А вот детей чуть постарше 8-12 лет, пубертатного периода, Каманчи часто усыновляли. И неважно, они были белыми, мексиканцами или из другого индейского племени. Что касается самих Паркеров, несмотря на их странное, но даже, возможно, легкомысленное поведение, мы не можем не отметить дерзость, стержень этих людей. Какой бы чудо-форт вы себе там не построили, выходить из него, чтобы возделывать поля и охотиться на дичь, все равно придется. Может быть, конечно, они уже просто привыкли находиться, жить в опасности, не питая никаких иллюзий относительно индейцев и того, что они делали со своими пленными. В любом случае, это не мешало им работать, расти детей, то есть не давало им повода отступить. Для самих равнинных индейцев такой подход был скорее в диковинку. Почему? Потому что, например, испанцы, которые продвигались на север в 17-18 веках, они что делали? Они сначала строили военные гарнизоны, набитые солдатами, а уже потом за их спинами, позади них, следовали семьи колонистов. У американцев все было наоборот. Вперед авангардом шли обычные фермеры с Библией наперевес, особенные люди. Сэмгвини пишет, говорили, что они так боятся Бога, что у них не осталось страха ни перед кем и ни перед чем другим. Договоры, которые правительство заключало с коренными американцами, эти люди в большинстве случаев попросту отказывались соблюдать. Индейцев они ненавидели, ну и вообще говоря, не считали, считали не совсем людьми, так скажем. Поэтому по их логике и права на землю эти дикари совсем не имели. Правительство смотрело на все это скорее сквозь пальцы и позволяло им самим там на месте разбираться уже. Вот кем были Паркеры. Это были суровые религиозные люди, которые нетерпимо относились к тем, кто верил не так же рьяно, как они. Например, один из Паркеров, Даниил, он основал первую протестантскую церковь в Техасе и, собственно, был одним из ведущих баптистских проповедников своего времени. Другие были представителями на политическом собрании для организации временного правительства в Техасе, то есть во всех смыслах эти ребята были совсем не невинные овечки, не слепые щенки. Может быть, кто-то вспомнит картину Гранта Вуда, американская готика. Я не вспомнил, полез в Википедию. На ней изображены фермер с вилами в руках, с дочкой на фоне скромного белого дома. Сам образ, тяжелый взгляд, пуританская сдержанность. По-моему, она неплохо помогает приблизительно представить, что это вообще были за люди. Что было с пленными? Возвращаемся к ним. Индейцы гнали лошадей весь день и разбили лагерь только после полуночи. Это была обычная схема на великих равнинах. Каманчи поступали так всегда. Преследование предполагалось по умолчанию, поэтому безопасность можно было обеспечить только на расстоянии. Нужно было все время гнать лошадей вперед. В любом другом случае мы могли бы только предполагать и фантазировать о судьбе похищенных, но не в этот раз. Потому что у нас есть целых два подробных рассказа самой ржеволосой Рэйчел Паркер о пребывании в плену. Эти рассказы широко разошлись. Их прочитало очень много современников Рэйчел. Отчасти из-за шокирующей откровенности и вниманию к ужасным деталям. Людям было просто интересно, что на самом деле происходило с первыми взрослыми женщинами в плену у Каманчи. Итак, на момент налета Рэйчел было 17 лет. Ее маленькому сыну было 14 месяцев. То есть за своего мужа Пламера она вышла приблизительно лет в 15. Нас это может немножко смущать, но тогда на границе это было нормально. Жить нужно было быстро. Она была умна, проницательна и вполне грамотна. Учитывая, что с ней в итоге сделали, еще удивительно стойкая. Хотя сама Рэйчел не описывает подробности сексуального насилия, но тем не менее она дает недвусмысленно понять, что именно это с ней и происходило. Цитирую. «Если бы я взялась рассказывать об их варварском обращении, то это только усугубило бы мое нынешнее горе, ибо я думаю об этом с чувством глубочайшего унижения, тем более не говоря уже о том, чтобы рассказывать или писать об этом». Когда они остановились на ночлег, индейцы развели костер и собрались для победного танца. Танец воспроизводил события дня. Индейцы пели, изображали битву, демонстрировали окровавленные скальпы жертв и периодически побивали пленников ногами и луками. Кто не в курсе, скальпы – это срезанный с головы участок кожи с волосами. Такая альтернатива отрезанная голове. Носить легче. Рэйчел раздели догола вместе с вдовой Элизабет Келлок. Она пишет «Теперь они обвязали мои руки плетеным ремешком и завели руки за спину. Они связали их так туго, что шрамы видны и по сей день. Затем они обвязали такой же ремень вокруг моих лодыжек и связали мои ноги и руки вместе. Дальше перевернули меня лицом вниз. Когда они начали бить меня по голове своими луками, я с большим трудом удержалась, чтобы не задохнуться в собственной крови». Девятилетнюю Синтию Энн с братом в это время также пинали, топтали и били дубинками. Как и маленького сына Рэйчел, которому на секундочку было 14 месяцев. Цитируя Рэйчел, «Дети часто плакали, но вскоре их утихомирили удары, после которых я даже не представляла, что они смогут выжить». Двух взрослых женщин неоднократно изнасиловали. На глазах у маленьких связанных детей. На следующий день индейцы с пленниками снова двинулись с той же безумной скоростью на север. На самом деле ни американцы, ни индейцы не имели ни малейшего представления о военной мощи или географических размерах друг друга. Техасские поселенцы, скорее всего, того времени были бы в шоке, узнав, что военная и торговая империя Каманчи простиралась на 621 тысячу квадратных километров. То есть почти что современная Франция. Каманчи не были в курсе о каких-то там политических структурах, которые скрепляли европейские империи, но это совсем не мешало им целиком и полностью править этим местом. Под их, так скажем, руководством находилось примерно 20 других племен. Такая огромная империя не была случайностью. Это был результат 150-летней целенаправленной упорной войны с целой серией врагов за землю с главным сокровищем, крупнейшими в стране стадами бизонов. Среди противников были и колониальные испанцы, и мексиканцы, и местные племена, которые просто попали под раздачу, и конкурирующие племена, которые, ну хотя бы пытались бороться за пастбище этих бизонов. Чтобы знать, так скажем, героев в лицо, у кого хватало толщины кишок, бросить вызов. Давайте их с вами перечислим. Это Апачи, Юты, Асейджи, Пауни, Танкава, Наваха, Шаена и Аропаха. Врагов у Каманчи было предостаточно. Но не спешите думать, что здесь было дело только в грубой силе. Каманчи также были блестящими дипломатами. Они заключали выгодные союзы и пытались обеспечить себе торговые преимущества. Особенно в части самого ходового товара, конского мяса. Представьте, что если в Римской империи коммерческим языком была латынь, то на южных равнинах таким языком был диалект шашонов, на котором говорили Каманчи. Поэтому удивительно, что даже в год нападения на Форт Паркеров англо-американцы так мало о них знали. Но хотя те же испанцы, которые провоевали с Каманчами более 100 лет, они в целом знали о них не больше. Возможно, отчасти это было связано с тем, что европейцы просто не до конца понимали, какие расстояния мог преодолеть обычный Каманч. Кочевая территория племен составляла около 1250 километров, а предел досягаемости для нанесения удара около 640 километров. Вот это смущало больше всего. Ну то есть для нашего понимания там испанец, который наивно чувствовал себя в безопасности и нежился у костра где-нибудь, допустим, в Москве, он уже сегодня должен был бояться Каманча, который потирал ручки и смотрел вдаль где-нибудь под Санкт-Петербургом с лошадью вместо Сапсана. Когда напали на Форт Паркеров, испанцев уже давно сменили мексиканцы, у которых обороняться получалось еще хуже. Каманчи их презрительно называли скотоводами. Вот поэтому, кстати, мексиканцы и завлекали американцев селиться в Техасе в 1820-1830 годах. Те самые обещания свободной земли. На самом деле поселенцы должны были создать своего рода буферную зону, живой щит, который бы отгородил хитрых мексиканцев от нападений Каманчи. Вот такой у них был секретик. Однако в действительности в то время в этих местах Каманчи, нападения Каманчи, они были скорее редкостью. Американцы чрезвычайно долго вообще не знали об их существовании и уж тем более не отличали их от других племен. Да, с 1821 года через штаты Канзас, Колорадо и Оклахому уже потихоньку начали ходить редкие караваны с обозами, на которые индейцы сдержаться не могли, нападали. Но, во-первых, объем перевозок был совсем незначительный. Во-вторых, сами индейцы, они прекрасно видели разницу между какими-то бледнолицами, которые иногда ходят с этими обозами и с грузом по маршруту, и с поселенцами, которые вообще-то нагло селились на их исконные земли. Первый раз отряд конных драгонов, то есть войска, встретил Каманчи за два года всего лишь до нападения на форт. В 1834 году. Пока просто встретил. По описанию известного художника и летописца Запада Джорджа Кэтлина, американцы были ослеплены искусством верховой езды, мастерством владения луком и способностью Каманчи объезжать диких мустангов. Он также добавил, что, цитирую, вполне вероятно, что через несколько дней мы им всыпем. Но забавно, учитывая дальнейшее развитие событий, Каманчи скорее всего бы этих драгунов разорвали бы в клочья. Вилл Бурнай в своей исторической книге он описывал войска этих драгунов. Они были одеты в костюмы, более подходящие для комической оперы, чем для летней полевой службы в Оклахоме. Даже через 16 лет после нападения на форт Паркеров, капитан Рэндольф Марси в своем отчете об экспедиции, он описывает глубины империи Каманчи как место, цитирую, столь же неизвестное американцам, как неисследованные регионы Африки. Это был очередной натуральный и природный козырь в рукаве Каманчи. Каманчерия, как ее называли, было неизвестное для белого человека место, которое картографы того времени называли Великая Американская Пустыня. Для любого, кто всю жизнь прожил в лесах, то есть большая часть населения, вот эта степь, в которой жили Каманчи, огромные великие равнины, они были не просто не похожи ни на что, что они прежде видели в своей жизни. Они были чем-то фундаментально непостижимым. Это сегодня в Америке можно в основном по хорошей гладенькой дороге доехать там практически до любого места. А вот в 19 веке все было иначе. В первозданном виде контраст между густыми восточными лесами и страной большого неба на западе, он был разительным. Большим небом эту страну называли почему? Потому что путешественник, идущий на запад, в конечном итоге, в прямом смысле, выпадал из густого леса на гигантский безвидимого края океан степи. Фильм, танцующий с волками 1990 года с Кевином Костнером в главной роли, он неплохо передает атмосферу великих равнин. Хотите, ознакомьтесь. Но самое главное, что все навыки выживания путешественников, там разжигание огня, строительство укрытия, добыча воды, здесь на пустом пространстве это все совсем не работало. Поэтому равнины и заселяли в самую последнюю очередь, потому что место было так себе. Здесь было очень мало дождей, ручьи пересыхали и большинство деревьев погибало. А те деревья, которые каким-то образом умудрялись выживать, их регулярно поджигали либо сами индейцы, либо частые в этих краях молнии. Форт Паркеров как раз поэтому и располагался на такой приграничной зоне с холмистыми равнинами, усеянными лесом. Но примерно в 150 километрах на запад от форта уже не было ничего совсем, кроме мертвой бесконечной равнины с так называемой безоновой травой, ну и редкими мелководными речками, которые покрывал еще и слой гипса. Путешественники того времени описывали равнины как океанические или бесследные, потому что все следы от катящегося по траве обоза исчезали в течение нескольких дней, как следы на песочке на пляже во время прилива. Но и это еще не все. У Каманчи была своего рода такая, ну как естественная крепость что ли, настоящий физический барьер. Разбираемся. В южной части Великих равнин на западе Техаса лежит плато Лана Эстакада, то есть это огромное плоскогорье, площадью почти что 100 тысяч квадратных километров, как Венгрия, с абсолютно ровной поверхностью, перепады меньше двух метров на один километр. Плато возвышается над остальной частью равнины в среднем на один километр, и в некоторых местах оно практически что отвесно обрывается, образуя обособленную, неприступную для случайных людей территорию. Офицер кавалерии Роберт Картер, который как-то преследовал отряд Каманчии, забрался по крутым склонам и описал картину, которая предстала перед ним наверху. Насколько хватало глаз, не было видно ни одного объекта или живого существа. Она простиралась перед нами, одна сплошная равнина, которую можно было сравнить только с океаном в его необъятности. С климатом погодкой здесь тоже было все очень сложно. Летом наступала безжалостная жара, часто под 40 градусов. Сильный обжигающий ветер раздражал глаза, губы болезненно трескались, а тело быстро обезвоживалось. Осенью и зимой начинал дуть так называемый северянин. Это внезапный ветер, как несложно догадаться с севера, часто ураганной силы с черными тучами и огромными облаками сдуваемого песка. Северянин мог за час поднять температуру на 10 градусов. Была еще одна разновидность, так называемый синий северянин, который дополнял уже и без того неприятную картину еще и ледяным дождем. На равнинах это была обычная погода, но еще хуже была метель. Здесь как Джо Роган, кто о чем в Шиве-Абане, он неоднократно говорил, что многие люди считают, что они знают, что такое дождь. На самом деле они просто не видели настоящий муссон, когда с неба льет, валит сплошная стена из воды, под которой даже дышать тяжело. Здесь примерно аналогично. Многие американцы думали, что в курсе, что такое снежное буря, пока не попадали на великие равнины. Наши люди из арктических и северных широт, откуда в том числе и я родом, вот наши люди в курсе, о чем речь. Завывающий ветер с плотным снегом дул по несколько дней, усиливаясь до такой степени, что человек не мог различить землю и небо. Пурга, по-нашему. Заблудившийся в такую погоду человек был уже покойником. Более того, тогда люди часто умирали даже по пути от своего амбара к дому. Много не нужно было, чтобы приставиться, ноги протянуть, да? Вот такой была каманчерия. Да, здесь были богатые пастбища пизонов, но даже сама по себе земля могла вас запросто убить. А вкупе с индейцами смерть здесь становилась чем-то почти что неизбежным. Цитируя Самогвини, это была индейская земля, на которой жили индейцы, охотились индейцы и сражались за нее индейцы. Еще одна важная деталь, что каманчи и их боевые товарищи Каева в том набеге на Форд Паркеров, они были верхом на лошадях. Для нас, современного человека, в этом нет ничего необычного. Индейц на лошади, типичный образ, ничего такого. Но для американцев начала 19 века это было шоком, потому что в их понимании индейцы ни на ком не ездили, они пешочком ходили. На континенте вообще не было лошадей, пока их не завезли в 16 веке испанцы. Более того, стада диких мустангов бегали исключительно на западной территории, то есть ни один солдат или поселенец к востоку от Миссисипи он никогда еще прежде не встречал всадника индейца. Их просто не было. Со временем восточные племена, они, конечно, уже начали ездить верхом, но это было уже намного позже того, как они покорились, сдались американцам. И то ни одно восточное, среднезападное или южное индейское племя никогда не вступало в бой верхом. Максимум они доезжали на лошадке до поля боя, а сражаться, биться уже шли пешочком. Поэтому первыми увидеть индейцев на лошадях выпало Техасом. В отличие от пеших племен Востока, опять же легкой добычи для тех же драгунов, здесь поселенцы столкнулись с виртуозными наездниками. Эти индейцы жили не в лесу, а на бескрайнем жутковатом пространстве, где не было троп, почти не было воды, не было практически ничего, только уходящая под горизонт волнистая трава, которая сама по себе наводила ужас на белых людей. Здесь нюанс. По общепринятой версии, как я только что сказал, да, на американском континенте вообще не было лошадей, вплоть до визита Колумба в 1492 году. Но нашел публикацию, где сказано, что уже на основании археологических раскопок, доказательств, лошади изначально все-таки были на континенте. Но из-за последнего ледникового периода, примерно 13-11 тысяч лет назад, они были полностью уничтожены, вымерли. Суть и дело никак абсолютно не меняет, но однако же такой нюансик. Теперь разбираемся, откуда вообще взялись эти непохожие на остальных другие индейцы. Немернух, как называли себя каманчи, на языке шашонов это означает просто люди. Они пришли из Высокогорья, в нынешнем штате Вайоминг. Так, невысокие, темнокожие, крепкие, они были потомками первобытных охотников, которые перешли по Берингову проливу из Азии в Америку. Приблизительно и предположительно в промежутке 11 тысяч и 5 тысяч лет до нашей эры. Они охотились каменным оружием на грызунов, мелкую дичь, но иногда поджигали прерии и загоняли бизонов в ямы. Влочить, в прямом смысле, жалкое существование, им помогали собаки с волокушами. Это когда брали два шеста, между ними закреплялась рама, на которой потом ставили груз, и всю эту конструкцию, так скажем, тащила по земле собака. Жили они разбросанными группами в сумме около 5 тысяч человек. Хоть они были и типичными охотниками-собирателями, но даже среди таких народов каманчи имели невероятно простую культуру. Они не занимались сельским хозяйством, не валили деревья, не плели корзин, не строили дома. У них не было почти никакой социальной иерархии, разве что отряда охотников. В социальном развитии они на вечность отставали от урбанистических, могущественных ацтеков, ну или, например, клановых, рассладенных ирокезов. Племена на Востоке они уже преуспели в гончарном деле, плетении корзин, они пряли ткани, занимались земледелием, даже строили полукапитальные дома. Немернух, похвастаться было нечем. Судя по крупицам информации, они вообще не имели какого-то особого значения. В скалистые горы на эту суровую, труднопроходимую землю их загнали другие племена, а значит и военное дело тоже было, мягко говоря, не их сильной стороной. Но между 1625 и 1750 годами с ними произошла одна из величайших социальных и военных трансформаций в истории. Вчерашние изгнанники превратились в господствующую силу, которая полностью перераспределила баланс американских равнин. Обидчики, которые когда-то загнали Каманчи в горы, вскоре обратятся в прах, в смутные воспоминания или попятятся назад, ну, чтобы не отправиться удобрять землю прерии своими телами. Самое глупое племя вдруг превратилось в самое умное из всех. А причиной всему была лошадь. Ну, или точнее, как эти охотники Каменного века смогли использовать лошадь, эту удивительную почти что технологию, которая смогла преобразовать так же великие равнины, как потом электричество остальной цивилизации. Началось все с прибытия первых конкистадоров в Мексику, как мы уже обмолвились об этом словечком, в 16 веке. Захватчики привезли с собой из Испании животных, которые наводили ужас на туземцев, обеспечивали колоссальное военное преимущество и давали испанцам такие возможности передвижения, какие жители Нового Света еще никогда не видели. Испанские лошади, в свою очередь, они на этой земле тоже очень себя хорошо, превосходно чувствовали. Иберийский мустанг был как раз пустынной лошадью. На протяжении веков эта порода мигрировала в Северную Африку через Ближний Восток, смешиваясь по пути с другими пустынными гибридами. Лошадь, которая оказалась уже на американском континенте, была легкая, маленькая, крепкая, едва достигающая полутора метров в высоту, с вогнутым арабским лицом и сужающейся мордой. Выглядела она, возможно, не очень впечатляюще, зато была достаточно умной, быстрой, выносливой, спокойно питалась травой жарких равнин и большие расстояния между источниками воды для нее были в целом небольшой проблемой. Вместе с испанскими завоеваниями по континенту начали расползаться лошади, сами кони. Первый настоящий табун лошадей прибыл в Северную Америку с экспедиции конкистадора Дона Хуана де Аньента в 1598 году. Испанцы быстро разобрались, почикали местных индейцев по Эбло, которые тут же стали для них, для этих непрошенных гостей, строить крепости, миссии и, главное, ухаживать за их лошадьми. Захватчики прекрасно понимали, что может произойти, если эти местные племена научатся ездить верхом. Поэтому одно из первых постановлений запрещало тузенцам ездить на любых лошадях. Разумеется, выполнить этот приказ было просто невозможно, потому что а кто за лошадьми, за испанскими жребцами ухаживал? Индейцы. Поэтому волей-неволей они постепенно впитывали знания об этих животных. Однако, на самом деле, по каким-то причинам по Эбло и не помышляли использовать лошадей для чего-то еще, кроме как в качестве еды. Но, помимо по Эбло, в Нью-Мексико были еще апачи, с которыми у испанцев были проблемки. Эти индейцы не успокаивались и регулярно совершали набеги на поселение. Вот апачи начали приглядываться. Сначала они лошадей просто крали, а уже потом начали разбираться, как там на них ездить и все в этом духе. Как конкретно они овладели испанским подходом, там целая наука, мы, естественно, точно не знаем, но произошло это удивительно быстро. Тем не менее, несмотря на такое, казалось бы, благоприятное начало, апачи, как нам всем известно, почти всем, они так и не стали племенем легендарных наездников. Они не сражались верхом, не занимались разведением, мустангов они использовали в основном для путешествий и, главное, уважали вкусовые качества конемы, поэтому большую часть лошадей они просто съедали. В любом случае, тогда у апачи было то, чего не было ни у одного другого племени в Америке. Они трепали испанцев, обогащаясь свежеукраденными лошадьми и не стеснялись попинывать порабощенных Пуэбло. Позже, в 1680-м, и у Пуэбло чаша терпения переполнилась. Они устроили так называемое Великое Восстание Пуэбло. Проще говоря, испанцев утопили в крови и изгнали из Нью-Мексико. Мустанги, теперь без уже своих испанских хозяев, они тысячами побежали резвиться на открытые равнины. Это и была основа для будущих больших диких табунов на юго-западе. Если в 1630-м году ни одно племя не ездило верхом, то к 1700-му году через 70 лет лошади были уже у всех, а к 1750-му году отдельные племена начали охотиться верхом на бизонов. Те, кто научились охотиться верхом, очевидно, тут же получили еще какое военное преимущество. Но какой бы преобразующей эта технология ни была, как-то совершенно принципиально жизнь индейцев равнин не изменила по факту. Бизоны для них по-прежнему оставались 7. Теперь они могли просто в разы эффективнее на них охотиться. Они все так же не занимались ни рыбной ловлей, ни земледелием. Наоборот, по факту лошадь гарантировала, что они так и не станут более цивилизованными аграрными обществами. Почему? Потому что зачем им нужно было шевелиться, если у них и так все теперь с лошадью замечательно? Как бы то ни было, улучшения все-таки были потрясающими. Войну можно было вести на огромных расстояниях, лошади стали главной формой богатства и сформировали новые доминирующие силы. Среди них Сиу, Шаене, Каева, Аропаха, Черноногие, Кроу и Каманчи. Как и когда конкретно Каманчи впервые встретились с лошадью, нам неизвестно, но приблизительно это случилось в середине 17 века, то есть 1650 год примерно так. Они приспособились к лошади раньше и более совершенно, чем любое другое племя равнин. Только Каева, их в будущем боевые товарищи могли сражаться верхом так же, как это делали Каманчи. Каманчи были совершенно не дураки. Но ни одно другое племя никогда не училось разводить лошадей. Мало кто вообще задумывался о кастрации стада. У Каманчи почти все верховые лошади были меринами, ну то есть кастратами. Дело не только в контроле генофонда. Кастрированный Мерин был спокойнее, покладистее, работоспособнее и не проявлял свой нрав. Воину Каманчи было нормой иметь от сотни до двух сотен лошадей, а вождю полторы тысячи. У вождя племени Сио, например, лошадок могло быть только 40 штук максимум. Каманчи обладали обладали не только самым большим поголовьем этих животных, они были еще и главным поставщиком лошадей для других племен. Бизнес, они были бизнесмены. Художник и летописец Джордж Кэтлин писал, На ногах они одна из самых непривлекательных и неряшливых рас индейцев, которых я когда-либо видел. Но как только они садятся на своих лошадей, они сразу же преображаются. Я готов, не колеблясь, объявить Каманчи самыми необыкновенными всадниками, которых я видел за все время своих странствий. Среди их трюков в верховой езде есть один, который поразил меня больше, чем что-либо подобное, что я когда-либо видел. Военная хитрость, практикуемая молодым человеком в племени, с помощью которой он может мгновенно бросить свое тело на бок лошади, эффективно защищаясь от оружия своих врагов, пока он лежит в горизонтальном положении позади тела своей лошади, соцепившись пяткой за лошадиную спину. В этих замечательных условиях он будет висеть, пока его лошадь мчится во весь опор, неся с собой лук и щит, а также длинное копье в 4 метра. Из этого положения Каманч мог выпустить 20 стрел за время, которое требовалось, чтобы один раз зарядить и выстрелить из мушкета. Очевидное преимущество. Поразительна была также технология объезжать лошадей. Что делали? Каманч набрасывал лассо на дикую лошадь, затягивал петлю, душил животное и валил на землю. Когда казалось, что лошадь уже почти что мертва, он ослаблял петлю. Лошадь, испуская пену и дрожа, поднималась. Каманч нежно гладил коня по носу, ушам и лбу, а затем накрывал своим ртом ноздри лошади и вдувал в них воздух. После этого индейец набрасывал ремень на нижнюю через животного, садился в седло и спокойно уезжал. Во всем, что касалось лошадей, Каманчи были гениями. Полковник Ричард Ирвиндотш писал, что Каманчи могут войти в бивак, где спит дюжина людей, каждый с привязанной к запястью лошадью, перерезать веревку в двух метрах от спящего и уйти с лошадью, не разбудив ни души. Детям Каманчи давали собственных лошадей уже в 4-5 лет. Вскоре мальчики должны были научиться трюкам, ну, вроде-на-вроде подбирать предметы с земли на скаку голопом. Молодой всадник начинал с легких предметов и переходил к все более тяжелым, пока без посторонней помощи уже не мог на полном скаку подбирать человека. Спасение павшего товарища считалось одной из основных обязанностей воина Каманчи. Женщины, как правило, ездили верхом точно так же хорошо, как и мужчины. У них были и собственные скакуны, и мулы, ну, или спокойные лошади для перевозки вещей. Если в целом словарный запас Каманчи был, ну, достаточно ограниченный, что, в принципе, свойственно примитивным народам, то вот их, так скажем, лошадиный лексикон был чрезвычайно обширным. Например, у них были слова не то, что для достаточно похожих цветов лошадей, а отдельные слова для лошадей с рыжими, желтыми и черными ушами. Искусство верховой езды также было связано с другой страстью всех Каманчей, азартными играми. Есть сотни рассказов про скачки с Каманчами, мы с вами возьмем один из самых известных. Дело было в Техасе. Небольшая группа Каманчей появилась рядом с фортом Четборн, где армейские офицеры вызвали индейцев на скачке. Скакать решили на 400 ярдов, это 365 метров. Вскоре на длинношерстной, цитирую, жалкой овечки пони появился крупный дородный Каманч. В руках у него была тяжелая дубина, которой он поколачивал свою маленькую смешную лошадку. На офицеров это не произвело никакого впечатления и они привели своего третьего по скорости жеребца. На кон армейцы поставили муку, сахар и кофе, Каманчи отвечали шкурами бизонов. Демонстративно размахивая дубинкой, дородный индейец выиграл. Для следующего заезда солдаты вывели свою вторую лучшую лошадь. Каманч выиграл и эту гонку. Солдаты настаивали на третьем забеге и наконец-то выпустили свою лучшую великолепную кентукскую кобылу. Ставки были утроены. По сигналу старт воин Каманч скрикнул, отбросил в сторону тяжелую дубинку и унесся прочь как ветер. Примерно в 30 метрах от финиша поманил другого всадника догнать его. Но проигравшие солдаты позже узнали, что вот эта самая смешная маленькая буквально только что участвовала в краже 600 лошадей у индийцев Кикапу. Есть фильм 2004 года, который называется «Идальга. Погоня в пустыне». Главную роль лучшего на диком западе наездника играет Вига Мортеса. Арагорн из «Властелина колец», если вам так же, как и мне, к сожалению, имя ни о чем не говорит. Фильм как раз о такой маленькой лошадке из прерии Мустанге, который смог выиграть гонку в пустыне. Тоже, если хотите, ознакомьтесь. У Каманчи было много имен. В частности, одно из названий, которые давали им юты, звучало как «Кох Мац». Иногда произносилось как «Команция», что означало «Любой, кто все время против меня». Власти в Нью-Мексико переводили это по-разному «Команче», «Команче», но в конечном итоге как «Команче». Возвращаемся к Паркерам. Если кто-то помнит, индейцы с сыпленниками двинулись на север. Следующие пять дней Команчи ехали через так называемые «Кросс-Тимберс». Это полоса леса в 60 километров на открытые равнения в северной части Техаса. Рожеволосая Рэйчел Паркер описывает ее как «Красивую местность с огромным количеством прекрасных источников». Возможно, Рэйчел запомнила эти ручейки, потому что индейцы дали им в дороге воды только один раз и то небольшую порцию. Еды не давали совсем. Каждую ночь им по-прежнему крепко связывали руки и клали лицом вниз, пардон, мордой в пол. Рэйчел немного рассказывает нам о том, вообще в этих рассказах, что случилось конкретно с нашей главной героиней, девятилетней Синтией Энн Паркер. Ну, кроме побоев и связывания в первую ночь. Но обоснованное предположение мы сделать можем. Не то, чтобы Каманчи были прямо абсолютно постоянно в подобных вещах, но мы уже с вами отметили разницу в обращении между взрослыми женщинами и маленькими девочками. Во-первых, Синтия Энн была достаточно молода, чтобы стать частью племени. У Каманчи был чрезвычайно низкий уровень рождаемости. Отчасти из-за жизни верхом, которая вызывала у женщин выкидыши на ранних сроках беременности. Поэтому девочки им были просто необходимы для поддержания собственной численности. Во-вторых, ее могли просто выкупить. Мы уже с вами тоже разобрались, что индейцы Каманчи денежки любили. Но самым весомым аргументом в пользу не самого худшего обращения Синтии Энн было присутствие в рейде ее будущего мужа, вождя Каманчей Пэтенакона. Может быть, сам Пэтенакона и взял симпатичную голубоглазую Синтию Энн к себе на лошадь. На шестой день индейцы разделили пленников. Вдову Элизабет Келлок то ли продали, то ли просто отдали индейцам Кичай. Кичай были чем-то вроде вассалов у Каманчей, оседлое племя земледельцев из центральной части Техаса. Синтия Энн и брат они пошли в племя так называемых срединных Каманчей, скорее всего конкретно группа на коне. Рожеволосая Рэйчел Паркер и ее младенец они остались с другой группой Каманчей. Рэйчел естественно очевидно отчаянно надеялась надеялась что индейцы позволят ее окровавленному но каким-то образом все еще живому маленькому сыну остаться с ней. Увы это не кино. Она пишет как только они узнали что я отняла его от груди они несмотря на все мои усилия вырвали его из моих объятий. Он протянул ко мне руки покрытые кровью и закричал мама мама ой мама я смотрела ему вслед когда его уносили и плакала на взрыд это был последний раз когда я слышала о моем маленьком брате. Группа Рэйчел продвигалась к более прохладным возвышенностям на севере вероятно нынешняя восточная Колорадо цитирую теперь мы потеряли лес из виду мы могли бы путешествовать неделями и не увидели бы ни одного указателя единственным топливом был помет бизонов он собирался в круглую кучку когда его поджигали на нем очень хорошо можно было готовить а огонь поддерживался в течение нескольких дней это было уже самое сердце Каманчерии где Рэйчел собственно провела большую часть своего 13-месячного плена она также описала их путешествие через скалистые горы цитирую я я страдала я от холода больше чем когда-либо прежде в своей жизни очень редко мне было что надеть на ноги но мое тело не прикрывало практически ничего Рэйчел была рабыней ночью она должна была ухаживать за лошадьми а днем выделывать безуньи шкуры еще и с нормой которую нужно было сделать выполнить обязательно каждое полнолуние то есть каждые 30 дней иначе будет плохо конкретно процесс выделки включал в себя кропотливое соскабливание острой костью всей плоти с кожи животного затем наносилась известь которая впитывала жир а дальше втирались жирные мозги бизонов для придания коже мягкости чтобы выполнить норму и избежать побоев Рэйчел часто приходилось брать с собой эти бизоньи шкуры даже на ночную смену ухода за лошадьми конкретно ее отдали старику у которого она прислужила его жене и дочери эти особые обращались с ней плоховато очень плохо на самом деле это похищение Рэйчел было не просто просто какой-то выходкой дикарей или тягой старичка к плотским утехам в этом лежала экономическая составляющая собственно командчи торговали тремя вещами лошади пленные и вот эти шкуры бизонов шкуры росли в цене настолько что если съесть один команд мог за год максимум 6 бизонов то вот убивать он уже начал по 40 с лишним бизонов в год при этом еще и наворачивая темпы всю дополнительную работу по обработке тушь животных выполняли уже женщины то есть мужички командчи смекнули ага что чем больше у них жен тем быстрее они будут обрабатывать кожу а значит и денежек можно будет правильно получить больше профит поэтому во-первых начало набирать обороты многоженства а во-вторых в плен нужно было брать конкретно больше женщин но возможно здесь было конечно дело не столько там в коварности мужчин командчи и жажде чеканной монеты а скорее просто выживание в любом случае это гарантировало что жизнь у Рэчел будет совсем не сладкая однако весь ужас на этом не заканчивался Рэчел была беременна в момент похищения она была на четвертом месяце беременности в октябре 1836 года уже в плену она родила второго сына сразу сообразив естественно что ребенок еще в какой опасности она пыталась уговаривать мою госпожу посоветовать мне что делать чтобы спасти моего ребенка но подсказывать никто и не собирался старик хозяин считал что с ребенком очевидно слишком много хлопот но и главное из-за него Рэчел не сможет полноценно работать когда малышу исполнилось 7 недель к ней пришли несколько мужчин пока Рэчел держали один из них задушил ребенка и вернул ей обратно в руки когда ребенок неожиданно подал признаки жизни Команчи снова схватили его на этот раз обвязали веревку вокруг шеи младенца рванули на лошади через кактус опунции и протащили еще метров сто по земле Рэчел пишет мой маленький невинный ребенок был не только мертв но и буквально разорван на куски племя двинулось дальше каким-то образом Рэчел держала все-таки себя в руках продолжала выполнять работу ну наверное потому что выбора-то особого не было ну и запоминала детали жизни индейцев группа снималась со стоянки каждые 3-4 дня мужчины каждую ночь танцевали а перед тем как идти в бой они утром заблаговременно напивались до рвоты воды как я понимаю вероятно чтобы в дальнейшем в случае чего избежать обезвоживания было например такое табу то есть запрет ни в коем случае нельзя чтобы человеческая тень упала на готовящуюся пищу берем на заметку шутки в сторону стойкости Рэйчел можно было конечно позавидовать но она все-таки окончательно потеряла надежду и решила спровоцировать своих похитителей помирать так с музыкой после того как дочь старика индейца в очередной раз приказала ей принести какой-то там инструмент она отказалась молодая женщина закричала и бросилась на нее Рэйчел швырнула индианку на землю прижала и стала бить по голове костью бизона ожидая что цитирую в любой момент кто-нибудь из индейцев проткнет мне сердце копьем боковым зрением между делом она поняла что вокруг них собралась большая толпа кричащих мужчин-команчей но их никто не трогал Рэйчел выиграла бой она отпустила истекающую кровью девушку подняла ее отвела и умыла впервые дочка старика показалась дружелюбной но видать поговорили на понятном языке но дальше подключилась мать девушки которая обещала сжечь Рэйчел заживо но она уже и раньше не ограничивалась обещаниями а неоднократно прижигала Рэйчел огнем или горящими угла углями поэтому время было платить по счетам собирать камни Рэйчел сцепилась со старухой дважды толкнула и держала ее прямо в костре и в этот раз мужчины собрались в качестве зрителей но никто не вмешивался Рэйчел одержала верх и в этой схватке на следующее утро собрался совет чтобы выслушать дело и выдать вердикт в итоге Рэйчел просто должна была заменить в хижине сломанной во время драки столб и все никаких тяжелых последствий более того она согласилась еще при условии навязав что ей должна будет помочь дочка старика после этого все снова стало спокойно со всеми этими подробностями изнасилований и убийств Каманчо представляется нам чуть ли не воплощением зла звери демонические всадники сеющие ничего кроме смерти и разрушения и страданий на великих равнинах подавляющее большинство англо-европейских поселенцев на американском западе того времени они бы с этим охотно согласились для них Каманчи были просто мясники убийцы бесчести и милосердия тут есть загвоздка что судя по фактам действительно Каманчи они не просто причиняли страдания они ими наслаждались это была часть культуры они жили в таком мире неплохо этот мир иллюстрирует история 1870-х годов который рассказал человек по имени Герман Лемон его пленили ребенком а впоследствии он стал полноценным воином Каманчи итак группа Каманчей напала на лагерь индейцев Танкава кого-то убили на месте кому-то удалось сбежать в брошенном лагере Каманчи нашли жарящиеся на костре мясо это была отрезанная нога Каманчи за Танкава числился такой грешок как каннибализм Каманчи были в ярости они догнали Танкава и в тяжелейшем сражении все же одержали победу очередь была за ранеными и умирающими Танкава вот как Каманч Лемон описал происходящее далее очень многие задыхались от жажды но мы не вняли их мольбам мы сняли с них скальпы ампутировали им руки отрезали ноги отрезали языки и бросили их искалеченные тела и конечности в их собственный костер положили еще хвороста и сложили живых умирающих и мертвых Танкава в костер некоторые из них были еще способны вздрагивать и вертеться как черви а некоторые могли говорить и молить о пощаде мы сложили их в кучу подбросили еще дров и принялись плясать от радости видя как с их тел стекает жир и кровь и с удовольствием наблюдали как они раздуваются и слышали как лопалась кожа охваченная огнем ну американцы любят опускать подобные неудобные подробности о своих коренных жителях и говорить о них только как о благородных героях да особенно в отношении своей семьи индейцы бесспорно они такими и были но сексуальное насилие пытки ради удовольствия кража детей ради выкупа но едва ли такие процедуры можно назвать гуманными некоторые историки вообще отрицают какую-либо жестокость у индейцев и утверждают что якобы до прихода злого белого человека вот они вели чуть ли не бескровную войну но в действительности американские индейцы были воинственны по своей природе в течение столетий когда колумбом еще и не пахло на побережье да они сражались не без причин за те же охотничьи угодья с бизонами но каманчи к примеру долгое время с пристрастием преследовали и продолжали вырезать апачи уже совсем после того как эти они вытеснили этих апачи с территории бизонов нашел комментарий некого Джафреда Джинкса не могу сказать что это какой-то гарантированно достоверный источник на самом деле нашел это просто на форуме но вот однако же этот Джафред Джинкс утверждает что в нем течет индейская кровь и он рассказал про так скажем методы воздействия его предков апачи и их коллег каманчи ну грубо говоря то что ему рассказывали прадеды и деды например при набегах на деревне апачи убивали всех мужчин но порой сначала отрезали им гениталии засовывали в рот и зашивали все это на глазах у семей и детей примерно то же самое что сделали с главой семейства паркеров иногда апачи привязывали человека за одну ногу и свешивали с утеса чтобы он постепенно в течение нескольких дней изжаривался на техасском солнце пока не умрет каманчи они любили играть в поймай младенца в общем младенцев швыряли друг другу соскал бросали в огонь суть игры была в том что никто никого ловить не собирался но возможно хуже самих каманчи были женщины каманчи они порой привязывали мужчин пленников и начинали грызть их пальцы или жевать их пенис пока тот не превращался в кашицу все это естественно тоже на глазах у связанных семей и детей вот так вели себя практически все американские индейцы казалось бы цивилизованные земледельческие племена востока на самом деле они были гораздо более изобретательны в длительных и мучительных пытках чем каманчи или любые другие племена равнин разница была лишь в отношении к пленным женщинам да женщин могли убить скальпировать но не насиловать толпой то что случилось с теми же паркерами могло произойти только на западе но самое главное что сами индейцы они не видели в этом ничего дурного ничего плохого отчасти это было связано с теорией каманчи о вселенной о природе вселенной которая сильно отличалась от цивилизованного запада у них не было единой религии или единого бога да есть документы где индейцы уже после сдачи поражения они часто соглашались с идеей так называемого великого духа но вот этнографы каманчи историк Эрнест Уоллес и профессор Адамсон Хоббель серьезные люди они крайне скептически относились к любым мифам о сотворении мира в которых фигурировал вот какой-то один дух или злой дух в интервью 1930-х годов старый каманчи по имени Пост Оук Джим говорил мы никогда особо не обдумывали создание мы просто знали что были здесь наши мысли в основном были направлены на понимание духов каманчи жили в мире полном магии табу и духов которые обитали повсюду в камнях деревья в скалах животных и главное здесь было найти способ обуздать эти силы силы этих духов и если это получалось эти силы становились пуха или лекарством колдовством мэдсен у каманчи не было никакого жеческого сословия которое бы навязывало систематическую религию более того никто вообще в целом не рассматривал мир как нечто большее чем просто набор изолированных эпизодов не имеющих никакого глубокого смысла да были нормы поведения там если мужчина крал каманчи крал чужую жену он должен был заплатить штраф чаще всего в виде лошадей но не было абсолютного добра или зла были только действия и последствия враги оставались врагами и так скажем правила взаимодействия с ними были уже выработаны тысячу лет назад каманч захвативший живого юта без всяких вопросов замучил бы его до смерти так всегда поступали все кроу с черноногими а рекара с каева даже если бы юты захватили каманча живого его ожидало то же самое и он прекрасно об этом знал кстати говоря отчасти поэтому индейцы всегда сражались до самого конца до смерти а наивные европейцы и американцы удивлялись мол откуда такая самоотверженность потому что они прекрасно знали что будет если ты в плен попадешь была и кровная месть жизнь замученного до смерти воина должна была быть оплачена ответным убийством желательно с еще более изощренными пытками это тоже была норма но если для своих врагов каманчи были безжалостными убийцами то среди своих соплеменников это были совершенно другие люди вот как участник индейских воин и автор нескольких книг полковник Ричард Ировиндодж описывал обычного каманча это это шумный веселый беззаботный озорной хвостун до краев наполненный розыгрышами и грубыми шутками любого рода который будил полуночным эхом песен и танцев возгласов и выкриков каманчи очень любили петь они просыпались и засыпались песнями как я говорил о вступлении особенно любили петь свою собственную песню сочиненную знакомым шаманом они обожали игры но больше всего любили скакать на лошадях и азартные игры каманч ставил на что угодно и когда угодно он был готов поставить последнюю оленью шкуру из своего типа подворчания нескольких жен каждый из них чрезвычайно заботился о своих волосах каманчи одалживали у своих жен локоны черных волос аккуратно закатывали эти пряди в шкуру бобра или выдры и вплетали в свои собственные волосы точно так же как современные женщины делают иногда наращивание волос каманч был неисправимым сплетником и цитируя полковника Доджа испытывал непреодолимое желание знать что происходит вокруг него они могли танцевать часами а то и днями цитируя Сэма Гвиния каманч души не чаял своей семье особенно в сыновьях и проводил зимы уютно и лениво завернувшись в толстой бизонье шкуры у огня в своем типе и он любил поговорить полковник Додж пишет он будет разговаривать с диким возбуждением хвастаясь своими подвигами в любви на войне на охоте и будет приводить всевозможные экстравагантности пока рассказывает у соплеменников каманча были такие забавные имена как большое падение когда спотыкаешься или лицо морщится как будто стареешь или становится мужчиной средних лет или всегда садится на плохое место или что-то ломает или она приглашает своих родственников в фильме одинокий рейнджер 2013 года Джонни Депп играет каманча по имени Тонто этот индейец называл своего белого напарника Кема Саба что означало не тот брат ну то есть он недусмысленно намекал что погибший брат вот этого Кема Саба он во всех отношениях был лучше того что остался в живых цитируя Сама Гвини для большинства каманчи были олицетворением смерти для самих себя они были просто людьми они были типичными обитателями великих равнин вся их жизнь в самом полном смысле крутилась вокруг огромных бизонов бизоны обеспечивали их всем необходимым для жизни мясо и питательные органы шли в пищу из шкур делали одежду макосины теплые одеяла мешки для воды экипировку для лошадей ими покрывали домики типи из плетеных волос получались прочные веревки из костей оружие труда из сухожилий тетива даже навоз был прекрасным тупливом как отмечала ржеволосая Рэйчел до появления предприимчивых охотников с дальнобойными ружьями в 1870-х бизонов на южных равнинах было столько что сосчитать было тяжело они были главной причиной сокровищем из-за которого индейцы сражались за эту землю но нужно понимать что охотиться на громадное животное весом в тонну на равнине где деревьев не было спрятаться было негде это было более чем опасное занятие огромный бизон мог до трех километров мчаться почти так же быстро как лошадь то есть ножками вы от него не убежите даже подъезжая к бизону сзади метнув копье на ходу или выстрелив из лука охотник рисковал цитируя техасского рейнджера Рипа Форда быть пойманным и поднятым вместе с лошадью на рога подброшенным как поперышко на несколько футов воздух чтобы упасть вместе с вашим четвероногим товарищем бизон был силен более чем кстати говоря индейские лошади были обучены при звуке тетивы мгновенно маневрировать в сторону от бизона то есть подальше от опасности что ели каманчи с этим разбираемся безусловно любимой пищей были эти самые бизоны мясо жарили на открытом огне варили в котелках или нарезали тонкими ломтиками и высушивали чтобы потом подкрепиться в дороге ну или зимой дети прибегали как к охотникам и выпрашивали свежую печень и желчный пузырь а в случае удачи тут же выливали солноватую желчно-сырую печень и все это съедали на месте прямо так если убитая самка бизона давала молоко каманчи разрезали вымя смешивали молоко с теплой кровью и пили но одним из самых больших деликатесов было теплое свернувшееся молоко из желудка молочного теленка своего рода такой сыр великих равнин оказавшись без источника воды воины могли воина-каманчи могли пить теплую кровь бизона прямо из вен или артерии животного настолько ребята были жесткие если за каманчем шла долгая погоня он скакал на своей лошади пока то не валилось замертво от усталости тогда он скакивал вспарывал ебрюха вынимал кишечник быстро обматывал его вокруг своей шеи садился на свежую лошадь и мчался дальше съедая содержимое содержимое этого кишечника позже в дороге если удача или обстоятельства оставляли каманчи совсем без сочного мяса бизона он уже ел все что попадалось под руку в ход шли и тушеные прямо в панцире сухопутные черепахи мелкие грызуны но лошадей ели в самую последнюю очередь рыбу и птиц вообще не ели если только каманчи уже совсем в крайне умирал с голоду под полным запретом было сердце бизона есть упоминание что каманчи ели ягоды естественно конкретно в Техасе немного но растет дикая ежевика орешки тоже уважали скорее всего в том числе орех пекан если у нас этот орех пекан в России стоит как чугунный мост то в тех краях он растет в изобилии повсеместно чуть ли не как сорняк общество каманчи с этим разбираемся несмотря на то что мы привыкли рассматривать каманчи я в том числе как какое-то одно единое племя на самом деле все было совсем не так да все каманчи говорили на одном языке более или менее одинаково одевались у них были общие обычаи но у них не было какого-то одного главного совета или главного вождя крепкой вертикали власти да по понятнее на выражаясь цитируя этнографов Уоллеса и Хобеля их жизнь не включала в себя политических институтов или социальных механизмов с помощью которых они могли бы действовать как племенная единица у них было совсем все не так каманчи делились на группы все эти группы занимали разные участки территории и отличались небольшими специфическими культурными нюансами ну определенный танец у одних предмет одежды у других более медленное произношение у третьих и все в таком духе по общепринятому мнению таких основных групп было пять штук кто-то насчитывал и больше численность каждой в среднем от одной тысячи до пяти тысяч человек с одной стороны как-то совсем мало да но каманчи в целом в зените их славы насчитывалось около двадцати тысяч с двадцать пятой стороны это совершенно не мешало им делать то что они делали и так эти группы перечисляемых ямпарика самая северная группа название означает пожиратели яб или корнееды почему потому что они выкапывали корень похожий на нашу картошку которую называли яб катсотека вторая группа они жили в современном штате Оклахома название означает поедатели бизонов панатека медоеды самая большая группа жили в центральном Техасе на самом юге их империи судя по названию обожали медок на коне скитальце так называемые средние каманчи жили между панатекой в центре штата и северными группами наверху и наконец самые отдаленные и свирепые квахади поедатели антилоп группа вождя Квана Паркера они жили как раз на том самом плато Лана Эстакада все эти группы сотрудничали сотрудничали между собой на самых дружеских условиях они вместе охотились совершали набеги даже менялись членами группы но никогда ни при каких обстоятельствах друг с другом не воевали и несмотря на отсутствие того самого единого центра принятия решений когда дело касалось дипломатии торговли они групповали эти группы действовали с поразительной последовательностью им совершенно разделение не мешало у каманчи в каждой группе было по два вождя один гражданский второй военный у гражданского конечно было чуть больше полномочий но по факту оба они обладали очень ограниченной властью да были очень серьезные вожди об этом чуть позже с вами поговорим с серьезным авторитетом крупные ребята но и они власть сохраняли ровно до того момента пока люди просто были готовы за ними идти например гражданский вождь он решал когда и куда племя двинется дальше вспоминаем сколько у них было лошадей регулярно нужно было менять пастбище вместе с советом он еще выносил решение по отдельным случаям воровства прелюбодеяния убийства или любого другого преступления но что здесь главное не было единого свода законов полиции и судей если совершался какой-то проступок пострадавшая страна должна была заявить об этом если она была еще в живых иначе никто никого ни к чему не принуждал ущерб как обычно выплачивался лошадьми военный вождь он был первоклассным воином но он не отвечал за абсолютно все набеги он не мог да и не хотел запрещать каким-то отдельным храбрецам в племени наводить какие-то свои движения главное что он делал он возглавлял самые важные вылазки он был самым опытным интересно что власть семей и кланов тоже в обществе каманчи она не играла первостепенной роль не было никаких клановых организаций семьи не могли помешать кому-то покинуть их группу они не регулировали брак не было принципа наследственности то есть мужчина каманч был по-настоящему свободным человеком в самом полном смысле этого слова он не подчинялся ни религии ни военным ни государству ни законам ни каким-то там могущественным семьям или кланам или строгим нормам поведения та самая особая форма свободы в русском языке ну и вообще в человеческом сознании воля перефразируя народную пословицу каманча доля степь доволя кстати говоря именно многих поселенцев именно эта свобода и привлекала свобода от социальных институтов или прочих сопутствующих атрибутов цивилизованного общества здесь мы с вами добрались до актуальной повесточки прав женщин если у мужичков каманчи все было весело с песнями шутками и пытками то вот у женщин все было очень грустновато женщина на этом празднике жизни была гражданином второго сорта членом касты чьим уделом было выполнять большую часть тяжелой работы включая выпас скота снятие шкур разделка и сушка мяса пошив одежды даже упаковка и ремонт домика в типе а в довершении естественно еще и семейные дела и забота о детях именно в таком мире оказалась рожеволосая Рэчел Паркер подняться по иерархической так скажем карьерной лестнице в племени у нее никогда бы не получилось более того даже спустя время очевидцы позже говорили что у нее были очень заметны шрамы первоначального плена и наказаний она была сексуальной рабыней не только своего господина напоминая похотливого старика но и всех с кем он хотел разделить ее включая членов его семьи жилось Рэчел совсем не сладко но в остальном да она стала обычной командчи она носила индейскую одежду макосины была такой же грязной и измученной насекомой как любой другой командчи уже об этом тоже говорил которые отличались даже среди индейцев каким-то но полным отсутствием гигиены Рэчел немного затрагивает в рассказах свои гастрономические предпочтения помимо естественно мяса бизонов ей нравились луговые собачки цитирую жирная и вкусная еда медвежатина очень жирная и вкусная еда но у бобров были хороши только хвостики она никак не комментирует но возможно Рэчел подчеркнула конечно сомнительную но распространенную привычку среди командчи срывать себя в шеи и щелкать их зубами что вызывало отвращение у белых наблюдателей пока мужчины танцевали Рэчел ну как и другие женщины вероятно подносила им воду чтобы ребята освежились после такой важной процедуры важного занятия смерть ей не грозила но и оставаться здесь было совсем не вариантом выход был один каким-то образом попытаться убедить кого-то чтобы ее просто выкупили в любом случае это было лучше чем оставаться в племени и продолжать обслуживать старика вместе с его семейкой еще и пахать на них целая история в итоге в двух словах как-то раз к ним пришли очередные мексиканские торговцы вероятно каманчерос каманчерос это метисы плод смешения индейской и испанской крови своего рода малый бизнес того времени на великих равнинах эти каманчерос попросили отвезти их к хозяину Рэйчел и сходу спросили не продаст ли он эту женщину старик недолго думая ответил си сеньор теперь вернемся немножко к хорошей очень памяти каманчи возмездию с испанцами у каманчи война началась в 1706 году это не была какая-то одна грандиозная битва где каманчи вышли с конкистадорами в чисто поле наконец-то узнать выяснить кто из них сильнее нет это была медленная полуторавековая партизанская война старая добрая тактика каманчи внезапно появиться быстро нанести удар и также молниеносно отступить оставив противника в расстроенных чувствах чесать головы под тяжелыми испанскими марионами проблему у испанцев начались около 1650 года мы уже с вами разобрались с апачей которые сообразили что лошадей можно было не только есть тяжеловооруженные испанские драгуны в стальных доспехах они были очень хороши очень опасные противники но против аналогичных европейских войск а не против партизанской войны индейцев индейцы не нападали на крепости а они нападали на деревни они жгли дома мужчин насиловали и оставляли женщин с выпущенными наружу кишками младенцев насаживали на вертел а когда пардон пахло жареным в прямом и переносном смысле они запрыгивали на своих мустангов и уезжали махая ручкой тяжелым драгунам напоминаю это были только пробы пера в исполнении апачей племена равнин позже доведут этот стиль до совершенства как бы то ни было испанцы терпели и пардон сглатывали все это 50 лет а вот дальше произошло что-то странное примерно с 1706 года испанцы начали замечать что их ненавистные враги апачи как будто исчезли военная экспедиция 1719 года обнаружила что некогда густонаселенные земли теперь стали пустыми точно испанцы конечно не знали но стали догадываться что между апачами и вот этими новыми взявшимися из ниоткуда командчими но видать между ними идет война в действительности то что происходило было равносильно полному уничтожению народа апачи не спешите кричать бедные апачи в свое время от опаски в том числе апачи они сами мигрировали в эти земли с севера примерно с 1400 годов по пути либо уничтожая либо поглощая другие племена охотников собирателей у них у самих было рыльца в пушку а теперь на юг мигрировали каманчи которые испытывали глубокую и непроходящую ненависть к апачам все это насилие конечно потеряно для истории никто из индейцев никакие записи не вел нам ясно одно что от опаски занимались земледелием то есть были привязаны к одному месту ну еще и сражались пешими а значит были уязвимы для кочевых каманчи в черной боевой окраске черный потому что это цвет смерти позже каманчи переняли у других племен яркую боевую раскраску татуировки эффектные венцы с орлиными перьями но тогда у истоков они были минималистичными машинами убийства к концу 1720 апачи поплохело настолько что некоторые прибегали спасаться даже в испанский город пуэбло недалеко от санта-фе но каманчи недолго думая напали на сам пуэбло испанцы спасали апачи и любезно предоставили отдали им земли южнее пуэбло чтобы таким образом самим отгородиться от каманчи прием который позже используют те самые мексиканцы к 1748 году каманчи зачистили всю территорию боевые отряды могли преодолевать огромные расстояния используя только естественные ориентиры даже ночью не с кондачка каманчи вскакивали на своих лошадей и мчались навстречу закату нет перед отъездом старейшины давали отрядам подробные инструкции в том числе они рисовали на песочке карты с указанием холмов долин водоем рек кактусиков и прочих естественных ориентиров каждый день был четко спланирован как обычно война прекрасно совмещалась с дипломатией в 1790 году заключили мирный договор с теми самыми Каева с которыми каманчи потом в том числе нападут на форт паркеров чтобы вы понимали что не совсем каманчи были отморозки мясники ну например племена Вака и Тавакони они спокойно умудрялись существовать в гармонии с каманчами никаких проблем у них между собой не было все было нормально но никакой крови бы не хватило чтобы остановить вражду Станкава и Апачами В итоге к 1750 Каманчи фактически создали единую нацию с удивительно четкими границами которые неукоснительно соблюдались Крайняя жестокость с которой они это делали навсегда изменила их культуру Как пишет Сэмгвини Каманчи эволюционировали в общество похожее на древних спартанцев где все крутилось вокруг войны где племенной статус определялся исключительно доблестью в битве которая измерялась скальпами пленными и захваченными лошадями бригадный генерал Педро де Ривьера и Вильялона он описал Каманчи после своей поездки по северным провинциям Новой Испании в 1726 году Нова Испания это то что испанцы отхватили от американского континента цитирую каждый год в определенное время в эту провинцию приезжает народ индейцев очень варварский и воинственный их зовут Каманчи их численность никогда не бывает меньше полутора тысяч их происхождение неизвестно потому что они всегда странствуют в боевом порядке потому что они воюют со всеми народами после того как они заканчивают торговлю которая приводит их сюда и которая включает дубленные шкуры шкуры бизонов и тех молодых индейцев которых они взяли в плен потому что тех кто постарше они убивают они удаляются продолжая свои странствия до следующего раза так появилась Каманчерия Каманчи стали новыми куда более серьезными врагами испанского режима но испанцы по-прежнему наивно сохраняли свои территориальные амбиции и быстро смекнули что в целом в принципе этот барьер Каманчи был для них выгоден почему потому что если уж их армия не может его преодолеть то и пребывающий поток французских и английских поселенцев на запад он этот барьер тем более остановит в двух словах про других игроков так скажем у французов колониальная политика была поизящней они были сторонниками торговой дипломатии под изящное я что имею ввиду что в 1720 году например индейцы пауни уничтожили испанскую экспедицию французы вроде как ни при чем но оружие это индейцам для очевидных целей они продали однако в любом случае французы вооружили апачей то есть фигурально выражаясь поставили не на ту лошадь поэтому их дела в Техасе уже были закончены английские поселения появятся в Техасе только после 1820 годов мы даже на этом останавливаться не будем что здесь главное Каманчи тогда становились сильнее в 18 веке испанцы уже не осмеливались пересекать Каманчирию даже с солдатами они ехали в обход уже в 1821 году Конкиста окончательно уступила сцену Мексики о которой мы с вами немножко поговорили тем временем несмотря ни на какие барьеры с востока на скрипучих повозках пребывали поселенцы Каманчи конечно работали так скажем с населением не покладая рук но ветер перемен с востока уже задул второй президент республики Техас Мираба Бонапарт Ламар в 1838 году в своей речи на инаугурации недвусмысленно призвал цитирую истребительной истребительной войне истребительной которая не допускала никаких компромиссов и не имела бы конца кроме полного исчезновения или полного изгнания индейцев под индейцами имелись ввиду все племена а не только Каманчи конгрессу республики все эти движения чрезвычайно понравились и запахло настоящим геноцидом тут дело скорее не в том что сам этот Ламар был таким исчадием ада плохим человеком он просто был политиком который очень хорошо улавливал общественный запрос общественное настроение и не пытался лгать тогда в те времена о правах индейцев не говорил никто цитируя историка Ференбаха народы и суды решили что настоящий мир между белыми и красными людьми невозможен если только индейцы не откажутся от своего мира или американцы не откажутся от нации которые они намеревались возвести на этом континенте очевидно что ни одно ни другое было невозможно это демонстрировали как минимум несколько столетий истории континента последние на самом деле президент Ламар был вообще первым высокопоставленным американским чиновником который не стеснялся и открыто говорил что вообще-то индейцы не имеют права ни на какую землю в штате Техас а к тому времени например индейцы Чароки они уже и так 20 лет жили в резервации выселены из своих родных земель под эти все движушки пардон правительство тут же быстренько состряпало дельца якобы о сговоре Чароки с мексиканцами и требовали чтобы индейцы немедленно покинули вообще окончательно штат Чароки просили хотя бы о какой-то компенсации за улучшение на земле на которой они вообще-то правильно прожили 20 лет переговоры были короткими солдаты загнали 500 Чароки в болото и убили большинство мужчин включая вождя племени Болза дальше очередь была за другими племенами индейцев большинство обездоленных индейцев шли на специальную выделенную индейскую территорию тот самый штат Оклахома выше Техаса по так называемой тропе слез название говорящее потому что только одних Чароки на ней погибло от 4 до 15 тысяч человек кто-то из Чароки пытался бежать в Мексику Техасы по каким-то причинам преследовали их на протяжении преследовали их на протяжении сотен километров и расстреливали женщин и детей брали в плен некрасиво мягко говоря но зато теперь десятки тысяч гектаров великолепных сельскохозяйственных угодий в восточном Техасе они освободились для белых фермеров но с командчими у Техасов такой номер не прокатывал разговаривать о ней разговаривали много Техасы но по факту мало что могли сделать на большей части территории штата земли где правили командчи отряды ополченцев рейнджеров и добровольцев они конечно регулярно выезжали вслед за командчими после набегов но толку от этого не было толк был весьма спорный например полковник Джон Мур он преследовал командчи в 1839 году и забрался в самое сердце командчерии ориентироваться на местности им помогали обиженные липанские апачи и танкао они быстро быстро переобулись сами бы солдаты не в жизнь не смогли ориентироваться в этих землях в итоге они во-первых столкнулись с замечательной погодой прерий но и Смитвик один из капитанов экспедиции писал некоторые лошади замерзли насмерть и индейцы перебежчики танкава видя как пропадает столько хорошего мяса съели их а во-вторых солдатам в этих в этих землях было но очень мягко говоря не по себе Смитвик пишет когда мы ехали в темноте позади нас раздался волчий вой мой липанский проводник резко остановился и принял позу слушателя через несколько мгновений ответил другой чуть правее индейец по-прежнему слушал так внимательно что его фигура казалась совершенно неподвижной потом еще один завыл слева от нас умф лобо с облегчением произнес липанец не могу сказать что я когда-либо восхищался музыкой волка но никогда она не звучала так не музыкально как в этот раз и когда я увидел что даже индейские уши были не уверены волк это или каманч я почувствовал как меня пробирает холодок проблема то есть каманчи эти ребята нашли солдаты заблаговременно спешились поэтому индейцы сначала напугали этих солдатских лошадей чтобы они убежали прочь а потом просто отступили полковнику Муру с отрядом и ранеными их успели потрепать пришлось пойти пешком под палящим солнцем пройти 240 километров чуть позже каманчи не растерялись и выпустили пар традиционно на ближайших поселенцев то есть пользы от очередного рейда польза была очень сомнительная если она вообще была каманчам правда тоже нужно было сразу сообразить что техасы они злее жестче и коварнее испанцев или мексиканцев ради земли они были готовы на все 9 января 1840 года произошло очень важное событие в город Сан-Антонио Южный Техас прибыли поговорить о мире три вождя камачи конкретно группы панатеков техасы уже неоднократно предлагали мировую но теперь индейцы конкретно панатеки понимали что вторжение набирало обороты поэтому нужно было хотя бы попробовать от индейцев требовали сперва вернуть пленников которые были в их лагерях а уже потом мол техасы будут с ними о чем-то договариваться но у техасов в это время под столом так скажем были уже другие инструкции что если что взять в плен этих вождей если те конкретно не вернут белых пленников в указанный срок индейцы уехали в Освоясь и вернулись в этот самый указанный срок через три месяца несколько вождей 65 воинов празднично одетые жены дети все были в прекрасном настроении и никто ничего не ожидал ничего дурного в город въехала целая процессия веселых индейцев жители города были тоже в прекрасном настроении и играли с маленькими командчами ровно до того момента пока не увидели единственного пленника которого привели с собой индейцы это была 15-летняя Матильда Локхарт во время того самого неудачного рейда полковника Мура ее отец как раз пытался разыскать эту девочку Матильду вместе с младшей сестрой взяли в плен два года назад попутно убив еще других членов семьи жена местного городского торговца Мэри Мэверик описала девочку Очевидно, речь шла об неоднократных изнасилованиях. Сами Каманчи не очень-то замечали, какое впечатление производил вид Матильды на жителей города. Но такого зверства жители еще никогда не видели. В одноэтажном здании суда вождь Панатеков высказался. Говорящий с духом его звали. Белый человек приходит и рубит деревья, строит дома и заборы. Бизоны пугаются и уходят, и никогда больше не возвращаются. А индейцы остаются голодать. Или, если мы следуем за дичью, мы вторгаемся на охотничьи угодья других племен, и начинается война. Если белые проведут черту, определяющую их притязания, и будут держаться на своей стороне, красные не станут им досаждать. Полковник Мур, опять же, в том самом рейде, в сердце Каманчерии, он наткнулся именно на деревню, говорящего с духами. Которые потом со своей группой напали на поселенцев, взяли новых людей в плен. Это была цепная реакция, снежный ком, который, к сожалению, продолжал катиться. Вождь объяснил, что они привели только одного пленника, потому что остальные были в других лагерях других групп Каманчи. В которых, говорящий с духами, ну так скажем, вопроса не решал. Но, мол, Техасы по-прежнему спокойно могут выкупить этих пленников у других групп. Техасам такой расклад дел совсем не понравился. Они, по своему плану, попытались взять вождей в плен, и началась резня. В итоге 30 с лишним индейцев убили, а 35 взяли в плен. На следующий день Техасы посадили одну женщину Каманчи на лошадь и послали доложить своим, мол, если через 12 дней они не освободят еще 15 белых пленных, то вот этих индейцев-заложников в городе их просто убьют. Реакцию самих Каманчей в лагере индейцев после такой дурной весточки описал молодой пленник Букер Уэбстер. Позже индейцы его освободили, поэтому, собственно, смог все это нам описать. Женщины Каманчи в трауре резали себе лица, руки, груди, отрубали пальцы. Кто-то даже до смерти. Мужчины стонали, раскачиваясь взад и вперед. Некоторые в знак скорби отрезали свои длинные черные волосы. По обычаю Каманчей, лошадей погибших вождей, которых было много достаточно, убили и сожгли. Табун был настолько велик, что на это ушло два дня. Отдуваться, как обычно, пришлось обычным людям. Свой гнев Каманчи обрушили на ближайших белых пленников. 13 человек замучили до смерти самым ужасным образом. Через несколько дней в соседнюю миссию Сан-Хосе прискакали 300 воинов Каманчи. Почти как 300 спартанцев. Они потребовали освободить пленных и вызвали Техасов на бой. Техасы вспотели и сказали, мол, ребята, ну еще же действует 12-дневное примирие. Как это так, мол, ну, они просто не могут выйти, сражаться, да, это же против правил. Даже сами солдаты считали, что у капитана Техасов тогда просто потеплело в штанах. Разыгралась странная сцена, когда большое войско Каманчи пыталось спровоцировать белых вылезти из миссии на бой. Один из офицер не выдержал, обвинил командира Техаса в трусости, вызвал его на бой, на дуэль, на которой они просто друг друга убили, к сожалению. В конце концов, пленными все-таки обменялись. Этот эпизод, он в целом отразился на отношении всех племен индейцев к Техасскому правительству. И кровавые плоды этого эпизода традиционно пришлось пожинать потом поселенцам, разбросанным по Великим Равнинам. Ассимиляция, то есть слияние цивилизации, началось уже тогда. Панатеки, которые приехали на переговоры, они были самыми крупными и могущественными из всех групп Каманчи. Это они загнали Апачи в Мексику, они остановили испанцев, они же первые вступили в тесный и постоянный контакт с этими новоиспеченными американцами. Пока остальные группы спокойно себе охотились на бизончиков в глубине Великих Равнин и держались в стороне от поселенцев солдат и болезней белых людей, панатеки уже видоизменялись. Из-за того, что исчезали бизоны и дичь, но, как отметил в здании суда, говорящий с духами, панатекам пришлось приспосабливаться, им деваться было некуда, у них американцы были прямо под боком. Они сначала стали охотиться на более мелкую дичь, потом стали покупать еду у земледельческих племен, а спустя годы уже не стеснялись выпрашивать еду прямо у самих поселенцев. Кто-то начинал бегло говорить по-английски, кто-то носить одежду белых, культуры смешивались, ну и избежать этого было просто невозможно, такая местная глобализация. Поэтому, помимо насилия и убийств, были, например, такие забавные и одновременно возмутительные встречи, как у одной дамы из немецкого поселения. Цитирую, «Однажды, когда я была дома, вошел большой индейец. Я только что успешно испекла хлеб и чрезвычайно гордилась им. Большой негодяй все оценил, заметил мой хлеб, поднял его и ушел вместе с ним». Другие жители ее городка жаловались, что Каманчи появляются во время обеда, крадут мелкие вещи из дома и при этом еще ожидают теплого приема и гостеприимства. Наглецы. Вот выдержка из отчета, который опубликовал Хьюстонский телеграф от 30 мая 1838 года, когда делегация Каманчи посетила первого президента Техаса Сэма Хьюстона по его же приглашению. Все ожидали встретить отряд свирепых, атлетически сложенных воинов с мускулистыми конечностями и гигантскими телами. Но каково же было их изумление, когда они прибыли в дом президента и увидели там около 25 низкорослых, убогих, полуголых, нищих дикарей, вооруженных луками и стрелами, верхом на жалких лошадях и мулах. Все чувства восхищения разом рассеялись, и наши граждане смотрели на них со смешанным чувством жалости и презрения. Их скво, индианки, и дети разбрелись по всему городу, собирая старые оловянные тарелки, железные обручи, обрезки олова, стеклянные бутылки и тому подобный хлам, который они, по-видимому, считали чрезвычайно ценными. Мистер Легран, проживший несколько лет среди Каманчей, утверждает, что эта группа принадлежит к той части племени, которая называется Каманчи леса, и которая населяет холмистую местность к северо-востоку от Бексара, Сан-Антонио. Они бедная, деградировавшая, жалкая раса и едва ли имеют какое-либо сходство с Каманчами-пререй. Да, Каманчи были низкорослыми, не сложены, как бодибилдеры, они не носили фраков, ну а их быстроногие мустанги не были похожи на толстеньких исполинских лошадей орденской породы. Железный хлам они этот собирали для того, чтобы потом сделать из них наконечники для стрел и копий. Это были панатыки, которые действительно в те годы уже потеряли, ну, былое величие, что ли. Роль в этом сыграли и болезни белых людей, и наплыв поселенцев, из-за которых дичи стало настолько мало, что многие панатыки были уже на грани голодной смерти, без преувеличения. Хотя, опять же, в это же самое время племена, которые спокойно себе находились в глубинах великих равнин, они были на пике своего могущества, на пике формы, так скажем. Однако, не стоило обманываться вот этой всей внешней непримечательностью. Это по-прежнему были, возможно, самая величайшая легкая кавалерия над того времени, которая бы, не моргнув и глазом, переживала бы и выплюнула техасских солдат. Через два года после этой, не самой приятной для панатыки, заметочки, они напомнили о своей силе. В 1840 году прошел самый масштабный рейд, который возглавил вождь панатеков по имени Бизоний Горб. До недавнего времени он был небольшой фигурой. Один из тех самых каманчей, у которых, ну да, статус вождя был, но какой-то особой ведущей роли он не играл. Но сейчас все изменилось. Кого-то из старост скосила оспа в 1816 году, кого-то она же добила уже в 1839. Фотографии Бизоньего Горба, к сожалению, у нас нет. Но немецкий ученый, который познакомился с вождем в 1840-х годах, так его описывает. Чистый, неподдельный образ североамериканского индейца, который, в отличие от остальных членов своего племени, презирал любую европейскую одежду. Обнаженный в бизонье шкуре, обмотанный вокруг бедер, с медными кольцами на руках, с ниткой бус на шее, с длинными грубыми черными волосами. Свисающими вниз он сидел с серьезным выражением лица североамериканского индейца, который, казалось, равнодушен к европейцам. По-моему, хорошо дополняет образ его немернухское имя, которое звучит как «по-чана-ква-хип», что означает «эрекция, которая не спадает». Сильный воин. К середине лета собрался самый большой рейд, когда-либо организованный вообще коренными американцами на поселение белых. По меньшей мере 400 первоклассных воинов. Еще с женами, детьми. В общей сложности невиданная доселе орда под тысячу человек. На пути у индейцев лежали множество усадеб и поселений. К сожалению, местные жители ничего хорошего не ожидали. Например, запечатлен эпизод с человеком по имени Таккерфоули. В общем, индейцы загнали его в угол у водопоя, срезали подошвы ступней и, для забавы, заставили некоторое время так побродить по выжженной прерии. А потом застрелили и сняли с него скальп. По пути индейцы потрепали город Виктория, а 8 августа въехали в прибрежный город Линвилл. В какой-то части жителей удалось спастись на пришвартованных в порту кораблях стоял штиль, но горожане наблюдали, как каманчи, порезвившись на улицах, они добрались до содержимого городских складов, где хранились шикарные ткани, зонты, изящные шляпы, прекрасная одежда. Линвилл был важным морским центром, поэтому там было чем поживиться. Житель города Джун Лин писал, Правда, порой надетыми задом наперед. Каманчи поразмыслили и решили, что в принципе, ну с таким добром можно уже и домой возвращаться. Было достаточно очевидно, по какому маршруту они двинутся назад, поэтому их уже поджидали техасцы. Эта засада получила название «Битва при Палмкрик», где индейцы, по сути, впервые встретились с новым для себя явлением, которое называлось «Техасские рейнджеры». О них я вам расскажу уже как-нибудь в отдельном подкасте в другой раз. Техассы исторически считают эту битву разгромной победой. По общепринятой версии, техассы атаковали, а индейцы бежали с поля боя. Но некоторые историки оценивают ситуацию иначе, что так называемое «отступление индейцев» на самом деле это был блестящий тактический маневр. Что таким образом воины Каманчи прикрывали отступление своих жен и детей. Ну и действительно, так скажем, более или менее мирная часть рейда, да, они благополучно вернулись обратно вглубь Каманчерии. Но не все. Вместе с техасами на поле сражения присутствовали танкава. После боя они развели огромный костер, собрались вокруг и начали петь. Танкава подтащили убитого Каманча, стали отрезать от него небольшие куски плоти, насаживать на шампуры и жарить. Хорошенько наевшись, по словам очевидца трапезы Роберта Холла, цитируя, они начали вести себя так, как будто бы были очень пьяны. Они танцевали, бесновались, выли и пели, а потом пригласили меня подойти и съесть кусочек Каманча. Они сказали, что это сделает меня очень храбрым. Мы с вами подготовились к нашей основной сюжетной линии «Главная история». Вспоминаем, что Синтия Н. Паркер, она пропала где-то на просторах Великих Равнин, в возрасте 9 лет. Индейцы не писали писем, не вели дневники, для них вообще история ничего не значила. Ну и сама, собственно, миссис Синтия Н. Паркер не очень-то на эту тему распространялась. Однако, это не означает, что мы с вами не можем просто отследить, вычислить, где, с кем, ну и вообще какой в целом была первоначальная жизнь Синтии Н. Паркер в племени. А главное, у нас с вами есть две поразительно похожие истории. Первое. Письменное повествование некой Бьянки Банкбэп. Ее похитила та же группа на коне в возрасте 10 лет в сентябре 1866 года. Конкретно рядом с современным городом Даллас. Мать девочки четыре раза ударили разделочным ножом, прострелили грудь и скальпировали еще при жизни. Бьянка также наблюдала за зверским насилием над девушкой, которая стала, цитируя саму Бьянку, «беспомощной жертвой невыразимого насилия, унижения и невольного низведения». Бьянку привязали к лошади и тоже повезли в неизвестность. В пути Каманчи дали ей кусок мяса, который отрезали от коровы, убитой волками. Не сами они об этом позаботились. То есть съесть-то она его съела, но, так скажем, не смогла его в себе удержать. Поэтому индейцы тут же на месте дали ей прозвище «плохо пахнет, когда ты идешь». После четырех дней тяжелой дороги они наконец-то прибыли в лагерь индейцев. И вот здесь все кардинально изменилось. Бьянку передали ее новой матери Каманчи по имени Теквашана, у которой собственных детей не было, а мужа ее буквально вот накануне, за пару дней до приезда девочки убили. Бьянка стала частью семьи из 35 человек, члены которой расположились рядышком в восьми домиках типе, покрытых бизоньями шкурами. Девочку поселили конкретно в один домик вместе с ее новой матерью. Цитирую. «Эта женщина всегда была добра ко мне и никогда не бронила. Наша постель состояла из груда сухой травы, на которой были расстелены одеяло и бизоньи шкуры. В холодные зимние ночи моя мать скво велела мне стоять перед огнем, время от времени поворачиваясь, чтобы мне было хорошо и тепло. Затем она заворачивала меня в бизонью шкуру и укладывала на кровать у самого края, рядом со стеной палатки. Укутывала меня хорошенько и тепло. Казалось, она заботилась обо мне так же сильно, как если бы я была ее собственным ребенком». Бьянка вспоминает, что каждый день казался праздником. Она вместе с другими детишками Каманчи играла, вместе же с ними стояла вокруг кипящего котла и насаживала на шампуры мясо. Ее новая мать научила Бьянку плавать, ей прокололи уши и подарили длинные серебряные серьги на цепочках, а закончили образ симпатичными медными браслетами. Женщина Каманчи втирали в ее светлые волосы жир бизонов, смешанный с углем, чтобы сделать их темнее. Ходила она не в шкурах, а в двух платьях на выбор. Одно из сица, второе из бело-голубого полосатого тика. Были, конечно, и тяжелые дни, но в конце концов ее похитители были кочевники и охотники, ну а их жизнь по умолчанию не была сплошным праздником. Еды иногда не хватало. Порой они перебивались небольшими порциями того самого высушенного мяса, а иногда без еды приходилось оставаться и по два дня. Бьянка пишет, когда у нас кончался запас сушеного мяса, мы питались вареной кукурузой, а когда и она заканчивалась, и все были голодны, они убивали жирную лошадь или мула, и тогда мы устраивали пир. Как-то раз Бьянка нарушила табу, запрет, она понесла воду с передней части мужских домика в Типе. За это одна женщина даже сперва натравила на нее собак, а позже сама бросилась на девочку с топором, при этом убив другую ни в чем невинную девушку Каманча, которая как раз пыталась Бьянку защитить. Женщину эту казнили без суда следствия вопросов прямо на месте. Вскоре Бьянку выкупили. Это первая история. Вторая история произошла в 1869 году, когда Каманчи захватили семерых пленников, среди которых была восьмилетняя девочка по имени Малинда Энн Миникаут. Эту мини сразу под свою опеку взяла крепкая и упитанная женщина Каманчи. По пути в лагерь она спала с девочкой, чтобы согреть, ну и, видимо, пыталась защитить от воинов Каманчи, которые тем временем насиловали и мучили двух рыдающих теток Мини. На следующий день воины решили, что, видать, от теток слишком много хлопот и шума, поэтому их хладнокровно забили до смерти. Новая индейская мать накрыла голову девочки одеялом, чтобы ей не пришлось на все это зрелище смотреть. Дальше жизнь Мини стала такой же, как и у Бьянки из первой истории. Тучная мама Каманчи рассказывала ей истории у костра и никому не давала в обиду. Даже мясо семья Каманчи готовила именно так, как нравилось самой девочке. Поэтому, когда они проходили мимо солончаков, они обязательно набирали с собой немножко соли, но чтобы потом этой соли приправить еду. Мини одевали и смазывали ее тело жиром, чтобы она не промокла под дождем и снегом. Начинается сезон дождей, берем на заметочку. В плену она провела полгода, потом ее выкопили. Казалось бы, индейцы издевались, насиловали и убили несколько членов семьи этой Мини. Однако, по словам ее внуков, она не хотела слышать ни слова против индейцев. Она всегда защищала индейцев и говорила, что они по-своему хорошие люди. Когда их пинали, они сопротивлялись. Бьянка из первой истории, она вообще позже подала заявление на официальное усыновление в племя Каманчи. То есть, она хотела официально стать частью племени. Получается, что обе этих дамы в отношении этих, казалось бы, примитивных дикарей, они видели что-то такое, чего не видели остальные люди. Хотя, казалось бы, опять же, хлебнули горе по полной за них. К чему эти истории? К тому, что жизнь маленькой Синтии Энн Паркер в племени, вот она примерно такой и была. Двигаемся дальше. В апреле 1846 года индейскому агенту из Техаса по имени Леонард Уильямс поручили вести переговоры с важным вождем Каманчи по имени Пах-Хах-Юко. Не будем вдаваться в подробности деяния этого серьезного мужчины. В общем, каким-то образом Уильямс все-таки отыскал его на просторах Великих Равнин. К своему удивлению, Уильямс увидел в лагере индейцев голубоглазую светловолосую девушку, которой на тот момент уже было 19 лет. Как конкретно он сообразил, что это и есть та самая давно потерянная миссис Синтии Энн Паркер, нам непонятно. Но, во-первых, полковник Уильямс он уже встречался с Синтией Энн раньше, когда она была совсем маленькая. Во-вторых, он в принципе в целом был знаком с семьей Паркеров. Уильямс попытался выкупить девочку у индейцев неоднократно. Он предлагал баснословные по тем временам суммы. И мулов, и товары, и деньги. Но по какой-то причине индейцы каждый раз отказывались обсуждать даже возможность этой сделки. Согласно газетной статье 1847 года индейцы отвечали, что скорее умрут, чем отдадут ее. Объяснения такого нехарактерного странного поведения содержались в письме комиссаров. Мистеров Батлера и Льюиса цитирую. «Молодая женщина объявлена одним из командчей его женой. Из-за влияния своего предполагаемого мужа или из-за своих собственных стремлений она не желает покидать людей, к которым она себя относит». То есть, видимо, это была любовь. Тогда, в 1936 году, Форд Паркеров предположительно атаковала группа на коне. Но в итоге Синтия Энн вместе со своим мужем, напоминаю, вождь Каманчи и Петта на коне, они оказались в группе уже панатеков. Это было плохо. Почему? Потому что мы уже с вами разобрались, что происходило с племенем, которое в конечном итоге окажется в унизительно крошечной резервации, но и которое будут презирать даже другие группы Каманчи. Тогда индейцы, которые напали на Форд Паркеров, они были в зените своей славы. А сейчас, всего через 10 лет, положение изменилось настолько быстро, что очевидцам, включая Синтию Энн с мужем, им, вероятно, вообще было тяжело поверить своим глазам. Болезни. Как мы уже с вами упоминали ранее, здесь было дело не только в желании белых отхватить побольше американской земли и исчезающей дичи. Дело было в невидимой магии, злом колдовстве, которое прежде уже уничтожило большую часть могучих ацтеков, болезнях белых людей. Считается, что только до 1820 года индейцев великих равнин поразило около 30 эпидемий различных масштабов. Корь, малярия, коклюш, гриб. После испанских набегов, конкретно 1816 года, панатеки принесли в свои деревни оспу и невиданные доселе ранее сифилис. В 1839-м снова оспа. На этот раз ее уже занесли ребята Каева. У панатеков не было ни хоть какого-то иммунитета, ни тем более способов лечения. Даже незначительные болезни, они оказывались очень серьезной проблемой. В реальности сказки про могущественную природную медицину прошлого они оставались просто сказками и разговорчиками. Ну, например, зубную боль лечили нагретым древесным грибом. Полости в зубах просто набивали сушеными грибами. Вот и все лечение. Против огнестрельных ран использовали жгуты и даже несложные примитивные операции. Не стоит сразу скидывать руки к небесам. Эти люди на секундочку были лучшими дубильщиками и свежевателями. Уж то-что, а зашить кровоточащую рану они были в состоянии. Но против тяжелых болезней они в лучшем случае могли взывать к духам, проводить ритуалы, ну и рисовать на телах магические знаки. Например, против оспы больной предположительно принимал горячую ванну, парился, а следом окунался в холодную воду ручья. Ни к чему очевидно, кроме к смерти ослабленного больного, такая контрастная терапия, к сожалению, не приводила. В 1849 году на сцену вышла уже смертельная холера. Болезнь принесли с собой тысячи людей, которые направлялись через Каманчерию на золотые прииски Калифорнии. Та самая, самая известная золотая лихорадка. Сильная диарея, рвота, обезвоживание, судороги, почечная недостаточность и смерть. Течение болезни более чем пугало. Передавалась она при попадании в организм фекалий. Либо непосредственно, либо в загрязненную воду или пищу. Но я лично не спешу хихикать, да, тут дело не в каких-то особых, пардон, вкусах Каманчии. Логически рассуждаем. В деревне первобытных хачевников, где несколько сотен человек страдают от неконтролируемой диареи, но которые раньше, в принципе, не отличались какой-то, мягко говоря, особой гигиеной, момент, когда фекалии попадут в ближайший источник воды, это был просто вопрос времени. Плюс, согласно обычаям, больных часто оставляли умирать в одиночестве, а семьи убегали в другие деревни, то есть разносили болезни. Среди Каева и Арапаха, а это были серьезные воины, страшные ребята, вот так вот, у них на почве болезни имелись свидетельства даже самоубийств. В итоге, за 30 лет от 8 тысяч панатеков осталось около 2 тысяч. Мир южных Каманчей рушился, но, как обычно, это не мешало простым людям продолжать жить. Визит полковника Уильямса тогда в лагерь индейцев, когда он нашел Синтию Энн Паркер, он вернул семью Паркеров на первые полосы газет. 1 июня 1846 года Хьюстон Телеграф и Тексас Регистер опубликовал статью об этой встрече. Миссис Паркер вышла замуж за индейского вождя и так привязалась к индейскому образу жизни, что не желает возвращаться к своей белой родне. Даже если она должна быть возвращена своей родне здесь, она, вероятно, воспользуется первой же возможностью и убежит в дебри Северного Техаса. Позже индейский агент Роберт Нейбос летом 1847 года он тоже пытался вернуть Синтью Энн в лоно цивилизации. В своем докладе он писал «Я использовал все средства, которые были в моих силах в течение последнего лета, чтобы убедить этих индейцев привезти ее, предлагая большие вознаграждения, но дружественные вожди Каманчей заверили мне, что мне придется применить силу, чтобы заставить сторону, которую ее содержало, отказаться от нее». Примерно тогда у Синти Энн и Петанаконе родился сын Квана, будущий последний вождь Каманчи. С его именем целая история. В поздних интервью говорили, что на самом деле изначально его назвали Квихнай, в переводе «орел». Если это правда, значит Квана это было просто прозвище. Сын его позже говорил, что это прозвище происходит от Каманчского Квайна, что значит «ароматный». Но вот шашонское однокоренное слово Кванару означает «вонючий». Оно может предполагать реальный источник этого имени. То есть, возможно, люди нарочно изменили его имя, чтобы оно означало «вонь». Либо из политических соображений принизить вождя жалких дикарей, либо просто были какие-то реальные причины. антиписперантов на великих равнинах не было. Кто знает. Через два года у Синти Энн родился второй сын, которого она назвала Пинац – арахис. Сам Квана говорил, что мать назвала его брата так из-за своих детских воспоминаний, как она щелкала этот арахис у старого камина Форти Паркеров. А что же случилось с рыжеволосой Рэйчел Паркер, если кто-то еще помнит? Чем в итоге кончилась история? Сейчас вы поймете, почему мы оставили этот конец на пасашок. В общем, у Рэйчел был очень колоритный папаша. Отец тот самый техасский рейнджер Джеймс Паркер, который в свое время распустил отряды свои войска под своим командованием. Синтии Энн он приходился дядей. В общем, дядя Джеймс в свое время был замешан в подделке денег, кражах, грабежах, даже убийствах. Это был активный, предприимчивый, злой человек старой закалки. Семья была очень религиозная у них, мы с вами об этом уже говорили, но вот дядю, например, его выгоняли из двух разных церквей за ложь и пьянство. Он был веселый человек. При всем при этом он умудрился стать членом консультативного совета Палаты представителей Техаса, одним из первых техасских рейнджеров, преуспевающим бизнесменом, владел лесопилкой, когда-то у него была даже собственная церковь, где он был проповедником. Как водится, сроков он никогда, ни за какие свои делишки не получал. В общем, в итоге, были разговоры, что дядя Джеймс он купил лошадей у индейцев за фальшивые деньги. Вот поэтому командчатые приехали в Форт Паркеров, чтобы разобраться с техасским Остапом Рейнджером. Разговоров этих, видимо, было очень много, потому что дядя Джеймс даже лично не пожалел денег и выпустил брошюру, которую потом распространял, в которой он оправдывался, защищал свое честное имя. В ней он признавался, что, дескать, ну да, там, ну убил я пять человек, но они же были индейцы, а в республике Техас за убийство краснохожих никакой уголовной ответственности не предполагается, поэтому какие, мол, ко мне могут быть вопросы. Но у Каманчи было другое мнение, видать, на этот счет, но мы это уже не узнаем. Тем не менее, известен он главным образом за свои попытки вернуть, разыскать членов семьи Паркеров. Он же через три месяца после набега вернул невестку свою, если помните, 30-летнюю вдову Элизабет Кэллог. Он ее выкупил за 150 долларов, по тем временам это очень серьезные деньги были. Что с Элизабет Кэллог в дальнейшем случилось, нам непонятно и неясно. На самом деле возвращение в так называемую цивилизацию, оно еще не гарантировало вам вселенского счастья, потому что люди прекрасно понимали, что там творили индейцы с взрослыми женщинами, поэтому их часто отказывались принимать обратно даже их собственные мужья. Конечно, если дама была из богатой семьи, как в этом случае, проблем было на порядок меньше, как обычно. Так что, как вариант, Элизабет Кэллог вела тихую, скромную жизнь где-то в одном из многочисленных домов семьи Паркеров. С 1836 года дядя Джеймс в основном пытается найти свою дочь рожеволосую Рэйчел. Какие бы там делишки на самом деле не обстряпывал дядя Джеймс, мы с вами, ребята и девчата, должны отдать ему должное. Этот мужчина был чрезвычайно крепкий орешек. Буквально пару моментов из его историй. Когда его лошадь не смогла переплыть реку, он один пешком пошел прямо в сердце Каманчерия. Форменное самоубийство в те времена. Он шел под проливным дождем и продолжал идти, когда леденящий ветер заморозил вокруг всю прерию. Он почти что уже отправился на тот свет, когда сумел зажечь полено, которое каким-то образом оказалось посреди равнин, выстрелом из пистолета. Таким образом он согрелся. В другой раз он поехал без оружия. Потом он провел шесть дней без еды, пока не задушил скунса. Конечно, все это может показаться каким-то бредом собачьим, байками, но на самом деле техасские рейнджеры тогда они были своего рода спецназом. Самые жесткие люди в арсенале правительства. Единственные, кто мог вообще в принципе противостоять Каманчем. Так что дядя Джеймс на самом деле в реальности он был далеко необычным техасским килдарем. Через год он в очередной раз вернулся с пустыми руками ни с чем и подправил своего зятька поспрашать в окрестностях насчет его дочери и наконец-то нашел ее. Там тоже целая история в двух словах. Тогда старик-индеец продал, продал Рэйчел торговцам Каманчерос. Потом у этих Каманчерос ее выкупило богатая семья из Санта-Фе Донаха и примерно через три месяца ее вернули домой где она воссоединилась со своим мужем то есть примерно через два года после нападения на Форт Паркеров. Рэйчел сразу же на радостях забеременела родила третьего ребенка и вскоре 19 марта 1839 года умерла. Дядя Джеймс настаивал что это все из-за тяжелой жизни с Каманчами это она и потрепала Рэйчел бедную но скорее всего ее загубил их совместный то есть сам дядя Джеймс их совместный побег из дома под ледяным дождем объясняю во время поисков дядя Джеймс нажил себе много врагов его даже обвинили в убийстве женщины с ребенком вскоре семья жертв вычислила местонахождение его его дом но и дяде Рэйчел ее мужу и маленькому ребенку им пришлось бежать из этого дома под проливным дождем на улице в холод подальше от дорог в общем Рэйчел заболела и умерла именно во время этого бегства вот как закончилась история рыжеволосой Рэйчел Паркер пережив плен все унижения страдания уже дома с семьей казалось бы в безопасности вдали от варваров индейцев судьба Синтии Энн Паркер она деталями отличается но принципиально достаточно похожа много лет спустя уже после смерти Рэйчел Синтия Энн жила вместе со своей новой семьей новой жизнью в мире великих равнин как и любая другая женщина Каманчи она разделывала туши готовила мясо дубила шкур в общем говорили что женщины у Каманчи делали все кроме охоты и войны в действительности они нередко и в сражениях тоже участвовали Синтия Энн вместе со своими двумя уже повзрослевшими мальчиками и третьим ребенком маленькой дочкой Тапошанах в переводе цветок прерии жили даже не в огромном лагере Каманчи а своего рода таком распределительном центре главной базе индейцев вождь Пэтанакона муж Синтии Энн он тем временем вовсю занимался главным ремеслом Каманчи то есть охотой и набегами нападали Каманчи в основном ночью в полнолуние эту фазу так и стали называть Луна Каманчи жительница округа Паркер в Техасе Хиллари Бетфорд писала люди в лунные ночи пребывали в совершенном ужасе я хорошо помню то время когда прекрасные ночи полнолуния вместо того чтобы быть источником наслаждения были напротив страшны как худшие из зол было чего бояться Пэтанакона был непрекрасным рыцарем из сказки про любовь индейского красавца и белокурой американской девушки Ромео и Джульетта американских прерий нет все было в реальности иначе например в ноябре Пэтанакона со своим отрядом поехали на восток граница они напали на ранчо некого Джона Брауна лошадей похитили ему отрезали нос и нашпиговали копьями к концу месяца они добрались до безоружной семьи Эзра Шермана на окраине округа того же Паркер в местечке Стэкпрерия одному сыну с Шермана удалось быстро убежать остальные пытались но не вышло Каманчи схватили жену Марту которая была на девятом месяце беременности оттащили и коллективно изнасиловали закончив они выпустили в нее несколько стрел и по какой-то причине они не просто содрали с нее скальп они практически отодрали верхнюю часть головы по ее же собственным словам этой бедной мэри на этом индейцам потребовалось много времени и сил которые они почему-то не пожалели она сумела доползти до дома прожить еще 4 дня и рассказать собственно эту историю ребенок родился мертвый она скончалась от перитонита перитонит это воспаление оболочки которое покрывает органы и стенки брюшной полости Каманчи конечно название точно не знали этого явления но в целом были в курсе что это такое поэтому часто специально целились прямо в живот в центр живота жертв но даже такие изверства не могли тогда уже остановить поток переселенцев люди продолжали стекаться в этот край в 1836 году в год нападения на форт Паркеров население Техаса составляло примерно 15 тысяч человек а к 1860 году уже 600 тысяч то есть более полумиллиона правительство не понимало что делать с этими индейскими набегами высылали карательные экспедиции которые якобы наконец-то должны были поставить точку во всем естественно ни к чему они не приводили пытались чего только не пытались заменить прежние войска на новые элитные подразделения которых во-первых сражались пешими уже смешно во-вторых они были вооружены совершенно неэффективным против индейцев оружием они были настолько тяжелыми во всей этой экипировке что им нередко приходилось даже путешествуя идти рядом с лошадью чтобы та быстро не устала как сказал один из давно отправленных тогда в забвение незаслуженно техасских рейнджеров индейцам грозила опасность только в том случае если нелепая внешность и неуклюжая верховая езда вот этих новых войск заставят индейцев засмеяться до смерти кровавый капитан рейнджера форт он высказывался в более сдержанной форме это был довольно неудачный эксперимент посадить верхом пехотинцев многие из которых никогда в жизни не были на лошадях чтобы действовать против лучших всадников в соединенных штатах каманчей по большому счету даже такие войска они были куда более эффективны чем большинство войск тогда на границе штата в 1849 году одна из техасских газет писала что идея обороняться от конных индейцев самых искусных всадников в мире силами пеших солдат смехотворно и тогда уже даже простые люди все больше начали говорить и призывать на защиту тех кто действительно мог дать хоть какой-то отпор каманчам отчаянные бесстрашные люди пропитанные виски в широких смешных шляпах с шести зарядным кольтом Уокера наперевес техасские рейнджеры повторяюсь о них как-нибудь уже в другой раз в отдельном подкасте в 1849 году управление по делам индейцев перешло от армии США в руки МВД нам эта информация зачем потому что курс изменился теперь никакой войны с коренным населением получается индейцев сначала хорошенечко раззадорили всеми своими действиями правительства а теперь проблемы утопающих поселенцев на границе они стали проблемами самих поселенцев 10 лет не предпринималось ничего все шло своим чередом солдаты ни в коем случае не должны были нападать на индейцев без крайне веских причин и главное без веских доказательств этих причин правительство заключало кучу бессмысленных договоров с индейцами которые по умолчанию никто не собирался прямо как говорится с коня соблюдать ни одна ни другая сторона в 1855 году буквально умирающих от голода панатеков отправили на крошечный клочок земли в 8000 гектаров для кочевых охотников это было совсем не что один из вождей панатеков Санако говорил вы приезжаете в нашу страну и выбираете небольшой участок земли вокруг которого вы проводите линию и говорите нам что президент сделает нам этот подарок чтобы на нем жить когда все знают что вся страна целиком от Красной реки до Колорадо наша и всегда была нашей с незапамятных времен я полагаю однако что если президент скажет нам ограничиться этими узкими пределами мы будем вынуждены это сделать поселенцы тоже в стране не оставались они уже заселили территорию вокруг резервации индейских и обвиняли панатеков во всех бедах включая в набегах которые вообще-то совершали не сами панатеки а их пока что свободные коллеги с великих равнин поселенцам естественно никакой разницы там на различия да что это были не они не было словами дело не ограничивалось поселенцы выслеживали индейцев на границе резервации и жестоко убивали 1858 год это все финиш начало конца первое вторжение техасов в самое сердце Каманчерии была целая цепочка битв мы с вами остановимся буквально на ключевых и интересных нам эпизодах 12 мая бесстрашный тот самый капитан рейнджера форд он атаковал огромный лагерь Каманчи на берегу Кенейдиан Ривер форд специально посылал вперед сначала отряды танкао перебежчиков чтобы Каманчи подумали что мол перед ними никакой серьезной угрозы нет а просто какие-то ободранные вонючие техасы ну и жалкие каннибалы с луками и стрелами уловка сработала на передний план выехала фигура вселявшая страх в большинство обитателей пограничья могущественный вождь Каманчи Пабешекаса в переводе железный пиджак он был не просто великим вождем он был также могущественным шаманом свое прозвище железный пиджак он получил потому что вместо голого торса ну или какой-то кожаной брони он носил старинную испанскую железную кольчугу он бесстрашно скакал вперед говорили что он может сдувать выпущенные стрелы что пули от него отскакивали что его нельзя убить но какое-то время действительно так и было индейцы и рейнджеры стреляли в него но попасть не могли никакого эффекта не было старый Каманч он не просто так был главным вождем у магии бессмертия были так скажем железные гарантии пули отскакивали от его железной брони как град от жестяной крыши но крупнокалиберные винтовочки на бизонов они смогли эту магию быстро развеять капитан Форд пишет в воздухе раздалось около шести винтовочных выстрелов лошадь вождая подпрыгнула где-то на шесть футов и упала последовал еще один залп и шамана Каманча больше не стало индейцы отчаянно прикрывали отступление своей женщины и детей но исход был предрешен уже тело великого вождя скальпировали и частично частично съели тонкава кольчугу разорвали на куски и взяли себе в качестве сувениров рейнджеры копье и щит вождя отправили правительству тоже в качестве сувениров железный пиджак он был отцом Пэттенаконы то есть дедушкой последнего вождя Каманчи Кваны Паркера Техасы продолжали сеять семена которые позже взойдут через два года рейнджеры они уже выследили отряд Пэттенаконы вместе с огромным лагерем где в том числе была его жена Синтия Энн Паркер из-за непогоды рейнджеры застали Каманчи врасплох и жестко перебили практически всех есть две версии либо Пэттенаконы убили прямо тогда в лагере либо он умер уже через 2-3 года после нападения в любом случае среди пленных Техасы к своему удивлению обнаружили женщину с голубыми глазами через переводчика она рассказала ну по-английски естественно Синтия Энн Паркер уже давно не Бельмеса не говорила она рассказала что помнит как много лет назад ее отца убили а она сама попала в плен Синтию отвезли в ближайший форт и чуть позже подъехал ее второй дядя некто дядя Айзек Паркер в качестве такого теста там это она не она он попросил ее хотя бы как-то схематично на земле палочкой нарисовать схему старого форта после чего Айзек Паркер сказал джентльмены я действительно не смог бы так хорошо изобразить старый форт как она дядя Айзек отвез Синтию Энн вместе с ее дочкой цветком прерии к себе в дом в нынешнем Холтом Сити итак Синтия Энн пережила свой первый плен в 1836 году и оказалась в мире бесконечного труда борьбы за выживание голода войны но в то же время одновременно в магическом мире духов танцев песен и силы пуха теперь в 1860 году ей пришлось пережить свой второй плен где она оказалась по факту в гораздо большей степени узницей чем когда-либо вообще была у Каманчи по сути она попала в ад первая их остановочка была в форте Белкнеп где цветок прерии веселая темнокожая дочка девочка она играла с остальными детьми пока за ней наблюдала ее мать крепкая женщина с коротко остриженными каштанными волосами и поразительно светло-голубыми печальными глазами Синтия Энн не была ни какой-то особенно красивой ни какой-то наоборот слишком непривлекательной с виду она была обычная типичная англо-американская женщина того времени рост ее составлял примерно метр семьдесят три то есть среди других женщин Каманчи она была поистине гигантом возможно это в том числе и привлекло мускулистого мужа ее поэту на кону по идее они вообще были в принципе видной парой в лагерях Каманчи то есть мускулистый муж поэту на кону и тоже такая статная Синтия Энн Паркер точно таким же выделяющимся на фоне остальных будет позже их сын Квана Паркер кстати говоря поэту на кону так боялся так боялся что кто-то может отбить у него его белую жену что он часто когда торговцы Каманчерес либо к ним в лагерь приходили либо просто проходили рядом он иногда даже мазал Синтия Энн лицо пеплом и заставлял ее прятаться настолько он переживал насчет видать любил даже следующая их остановка была в форте Уэрте где жители неистово требовали продемонстрировать им знаменитую пленницу и ее ребенка на тот момент Синтия Энн Паркер стала уже знаменитостью новости быстро ползли друзья это был не какой-то вечер встреч или званный обед бизнес-завтрак где Синтия Энн вышла к микрофону и рассказала как спустя годы наконец-то оказалась в объятиях настоящего цивилизованного общества вырвавшись из грязных лап жутких варваров местных детей даже отпустили из школ чтобы они смогли поглазить на пленников которых выставили как в цирке перед магазином в центре форта Синтию Энн поставили на сосновый большой ящик и связали веревками видимо с подачи любимого дядюшки Айзека газетные заголовки пестрили о неслыханном деле некогда приличная девушка из набожной семьи стала дикарем спарилась с краснокожим родила ему детей и забыла свой родной язык люди совершенно не верили что Синтия Энн Паркер жила этой своей жизнью по своей воле что вообще-то она была уважаемой женой вождя Каманчи матерью его детей все у них было в порядке они смотрели люди на ее шрамы и думали что ну вот не могла белая христианка добровольно находиться в обществе этих жалких дикарей Синтия Энн как предрекали газеты до этого мы вырезку читали она при любой возможности пыталась сбежать поэтому иногда требовался даже целый поисковый отряд чтобы вернуть ее с дочкой из чащи леса порой заботливый дядя Айзек он даже запирал Синтию Энн в доме когда уезжал он был ее законным опекуном поэтому имел на это полное право Синтия Энн с ней в целом обращались как сумасшедшие только представьте с 33 летней женщиной которая опять же была женой вождя которая могла не то что выжить а вела успешно все хозяйство и растила детей посреди американских великих равнин одни из самых агрессивных природных условий на планете если мы не берем с вами крайности толпы странников как в фильме собачье сердце устремились бесконечным потоком поглазеть на Синтию Энн самое первое ее фото сделано в 1861 году в городе Остин если смотрите на ютюбе прикреплю на фото крепкая женщина с прямым несчастным даже несколько потерянным взглядом волосы убраны чем-то вроде черной крупной сетки ее очевидно явно специально переодели для этой фотосессии на ней белая блуза в узор похожий на мелкий горошек плессированная юбка сверху на плечи наброшено что-то вроде накидки застегнутой на шее блестящей пряжкой с белым воротничком сверху мощные кисти с крепкими пальцами которые привыкли к тяжелой работе скрещены в районе живота законодательное собрание Техаса выделило Синтии Энн приличную пенсию в размере 100 долларов в год в течение первых 5 лет по тем временам нормальные серьезные деньги денежки шли естественно ее законным опекунам ребята еще зарабатывали далее из дома дяди Синтии Энн отправили к семье кузена Уильяма Паркера и его жены радушный кузен якобы хотел помочь Синтии Энн бежать в земли Каманчи но на самом деле он руководствовался своей собственной выгодой он сам пытался укрыться от службы в армии его там ранили нам с вами интересен другой момент чтобы как-то общаться с Синтией Энн напоминаю она по-английски совсем не говорила они смогли каким-то образом уговорить и приехать за 300 километров Техаса по имени Кохо Смит когда-то его мальчиком захватили в плен Каманчи он с ними провел год поэтому хорошо на их языке говорил Кузен и гость нашли Синтию Энн когда он приехал в 100 метрах от дома она сидела на бревне закрыв лицо своими руками рядом у нее играла дочка Цветок Прерии увидев Кохо Синтия Энн бросила на него неодобрительный взгляд и проследовала в дом ну видать просто подумала что какой-то очередной зевака приперся на нее поглазеть в доме Кохо Смит обратился к ней по-каманчески что означало иди сюда сам Кохо писал что ее реакция была мгновенной и почти что грубой она вскочила с криком и сбросила со стола около половины тарелок подбежала к нему упала на пол схватила его за обе лодыжки и закричала на языке Каманчи что означало я иду с тобой впервые за долгое время Синтия Энн смогла поговорить с кем-то на языке своего народа если уж не родном языке то точно своего народа Кохо писал что дальше она сидела рядом с ним держала за руку и все время говорила смешивая сразу два языка язык Каманчи и удивительно хороший испанский она отказывалась есть и говорила Кохо не ешь давай поговорим о мой друг давай поговорим Кохо Смит сначала отказывался участвовать в плане кузена побега ссылаясь на отсутствие лошадей Синтия Энн отвечала лошади да это же пустяки есть несколько первоклассных лошадей которые здесь работают о я говорю тебе Микораза Эстан она переходила на испанский мое сердце все время плачет о моих двух сыновьях она предлагала Смиту и командческих девушек и ружья и лошадей но Смит отказывался он прекрасно понимал что за подобное мероприятие ему ни больше ни меньше грозит виселица ему это совсем было неинтересно почему Синтия Энн Паркер не могла бежать просто с одним кузеном потому что она считала что калеку и труса кузена по дороге убьют а ее сделают рабыней с Коха шансы на успех повышались была не гарантия того что успеха а они просто повышались этот эпизод он в целом хорошо демонстрирует и доказывает если кто-то там сомневался насколько Синтия Энн была якобы слабоумной беспомощной якобы неспособной ясно и прагматично мыслить то есть все у нее с головой было в порядке возможно даже получше чем у ее родственников далее миссис Паркер перевезли в дом младшего брата Сайлоса здесь в принципе жизнь была не легче она сразу не поладила с женой этого Сайлоса жена пыталась как-то щемить ее дочку цветок прерии она часто пыталась убежать с топошанах и когда ее пытались вернуть она отвечала что идет домой просто идет домой не топошанах точку звали ну черт с ней скорбя о муже она продолжала периодически резать себе руки и грудь проливая на землю кровь примерно тогда в 1896 году сделана вторая фотография знаменитая Синтии Энн вместе с маленькой дочкой цветком прерии оригинал утерян опять же если смотрите на ютубе я вам прикреплю ее мы можем с вами посмотреть на снимок уже самой репродукции фотографии на фото она светлой легкой сорочке на шее повязана колечком косынка ее прямые волосы коротко подстрижены под коры возможно после инцидента когда она их отрезала в знак траура по мужу она смотрит прямым прожигающим взглядом в объектив камеры на ее руках завернутая в темную пеленку в цветочек маленькая черноволосая дочка которую синтия н кормит грудью это очень важный момент потому что невозможно представить чтобы тогда тем более на фотографии запечатлели оголенную грудь и кормление белой женщины а синтия н была в понимании цивилизованного общества дикаркой двойные стандарты как в знаменитых географических журналах например публиковали фотографии африканских женщин с обнаженной грудью это было нормально синтия н прокатывала в этом же году миссис паркер отправили еще дальше от великих равнин к ее очередной сестре орлене бежать уже было просто физически невозможно поэтому ей пришлось как и панатекам в свое время осваиваться она понемногу учила английский пряла шила и стала между прочим лучшим дубильщиком кожи во всей округе ну еще бы после карьеры в племени каманчи синтия н стала больше общаться с членами своей семьи появились знакомые с которыми можно было просто поболтать по душам маленькая дочка цветочек прерии она уже больше говорила по-английски чем на языке каманчи родственники отмечали что она синтия н обладала солнечным нравом была открытой доброй и всегда была готова помочь но под видимым видимыми переменами скрывалась та же немернух она не переставала резать свое тело и петь пронзительные песни каманчи когда кто-то из членов семьи умирал и наверняка она уже давно перестала верить пустым обещаниям родственников что когда-нибудь она наконец-то сможет увидеть своих двух мальчиков Джо Элла Экслей в своей книге она цитирует очередного родственника Синтии Энн некого Тома Чампиона когда я слышал как она рассказывает о счастливых днях индейских танцев и видел волнение и чистую радость которые отражались на ее лице я убежден что белые люди причинили больше вреда держа ее подальше от них сыновей чем индейцы схватив ее изначально в 1864 произошло трагическое событие которое все-таки сломило миссис Синтия Энн Паркер умерла ее дочка Цветок Прерии она больше не могла терпеть свое заточение ожесточилась отказалась есть и в конце концов умерла от голода через 6 лет в 1870 году конкретно она заболела гриппом но очевидно длительное голодание сыграло здесь ключевую роль женщина женщина которая пережила первый плен работала в суровой степи стала женой вождя родила троих детей ему она жила на бескрайних просторах великих равнин где ничего не заслоняло взор до самого горизонта а умерла в глухом сосновом лесу в плену высоких деревьев и беспощадной цивилизации что же было с сыновьями Синтии Энн а главное как сложилась судьба Кваны Паркера по факту последнего и самого влиятельного вождя Каманчи Квану воспитывали как любого другого мальчика Каманчи мы об этом с вами уже немножко говорили в разделе про лошадей вечером у костра его пугали страшными историями о Пиа Мемпиц гигантская сова каннибал которая обитала где-то в горах Витчета а по ночам искала непослушных детей чтобы съесть их в 4 года его посадили верхом на старую вьючную лошадь а уже в 6 лет он верхом ездил на молодых жеребятах без седла к 7 годам он уже спокойно обращался с луком и стрелами стрелял в грызунов в птиц с местными мальчишками у Каманчи мальчики делали что им вздумается никто их ни к чему не принуждал они не помогали по дому не носили воды не рубили дров они спокойно развлекались и познавали окружающий мир до 9 лет если конечно позволяла погода они ходили голышом дальше уже надевали набедренную повязку макосины и леггинсы ну штаны такие свои кстати говоря во многих фильмах вестернах мы видим у ковбоев так называемых штаны с бахромой кожаной вот эта кожаная бахрома по бокам штанов это фирменный знак конкретно Каманчи берем на заметку зимой детишки ну и вообще Каманчи надевали тяжелую мантию из бизона убитого специально осенью когда зверь отращивал толстенный зимний мех до полуметра даже длиной но на самом деле и для мальчика в жизни не была сплошным праздником вообще-то если вы не были в состоянии добыть добычу добыть добычу добыть еду себе пропитание вы труп да вы вообще-то главный кормилец поэтому искусству владения луком нужно было освоить его совершенствие с 45 метров Каманч почти гарантированно попадал в цель размером с помидор с 10-15 метров он вот эта полуметровая стрела она насквозь пробивала бизона весом в тонну мальчишки учились разжигать костер и приемом ориентации в дикой природе там как птички летают от воды к воде от воды половая зрелость мальчишек она означала череду специальных ритуалов один из них например был обряд так называемый поисковидений что делали он вообще был общим для многих племен молодой Каманч он сперва купался в реке или ручье ну своего рода очищался далее уединялся в отдаленном безлюдном месте с собой у него была только шкура бизона укрыться ночью трубка из кости и табачок ночью он курил молился и просил духов наделить его силой он искал вокруг себя знаки в деревьях в камнях в животных неважно совсем он себя голодом не морил как северные например племена тем не менее как-то пытался ограничиваться в еде постился длился ли ритуал этот около четырех дней но по факту до того момента пока юноша не увидит хоть какой-то знак хоть что-то Квана конкретно он во сне увидел медведя во всяком случае он так сам об этом говорил поэтому его темой была медвежья медсен из финального своего сценария я вырезал этот момент в общем очень тяжело это слово медсен перевести как-то на русский однозначно не потеряв все оттенки все нотки слова это что-то среднее между колдовством и лекарством здесь главное что что это означало что медведь был его источником сил его пуха после смерти своего отца Пэтанаконы из сына уважаемого вождя Квана превратился в сироту которых в суровом обществе Каманчи не очень-то жаловали первое время о нем заботилась другая жена его отца индейская но она прожила всего лишь год вскоре умер и брат Арахис почему нам не ясно историк Уоллес и профессор Хоббель они приводят в своей книге цитаты самого Квана позже тогда мне казалось что я остался без друзей мне часто приходилось выпрашивать еду и одежду я едва ли мог заставить кого-нибудь сшить или починить мои вещи наконец я узнал что со мной обращались более жестко чем с другими сиротами из-за моей белой крови мы с вами начали с того что Каманчи усыновляли мексиканцев белых им не важно а вот мы немножко глубже копнули и оказывается все-таки были нюансы усыновляли да не усыновляли было особое отношение но вскоре хорошо сложенный юноша с ростом за метр восемьдесят стал гораздо сильнее и выше и вообще крупнее любого другого обычного Каманчи кровь мускулистого отца и породы паркеров дала свои плоды теперь вероятно отношение к нему в племени поменялось потому что никому не хотелось связываться с таким воином внешность Кваны она вообще в принципе в целом была поразительна действительно опять же на ютюбе размещу фотографии очевидно красивый статный с правильными чертами лицами высокими скулами темной кожей и при всем при этом светло-серыми глазами практически книжный образ вождя Каманчи из какого-нибудь эпоса или легенды который ходил тут же по земле рядом с остальными членами племени уже юношей Квана прославился беззаботной безрассудной храбростью но при этом был чрезвычайно умен он был агрессивен прямолинеен и бесстрашен и эти качества проявлялись уже когда он был совсем маленьким например когда Кване было 8 лет ему за ужином дали маленький кусочек мяса тогда он бросил вызов взрослому гостю которому дали обычный нормальный большой кусок мяса объяснив что мол ну ситуация несправедливая ребята изумленный гость отдал мальчику этот кусок свое мясо который тот доесть не смог тогда его мать Синтия Энн Паркер она запихнула Кване остатки этого мяса в глотку в качестве так скажем профилактического мероприятия первый рейд в котором участвовал Квана был в 1868 году и ребята и девчата не нужно питать иллюзией что Квана был опять же героем из легенд сказок да не был причастен к бесчинствам и крови убивать и насиловать женщин тогда это была рабочая тактика к сожалению Квана ненавидел белых хотел отомстить и прекрасно понимал кто убил и его отца и его деда вырос Квана в основном в группе на коне срединых командчий а с 1868 года он крутился не только но в основном с самыми неуступчивыми свирепыми жестокими и воинственными Квахади Квахади были настолько крутые что в случае необходимости они могли пить содержимое желудка мертвой лошади что даже самый матерый техасский рейнджер едва ли мог себе такое позволить такой фортель даже другие командчи но если не боялись то опасались Квахади это были страшные ребята вождем Квана стал достаточно быстро традиционно продемонстрировав в бою что он храбрее умнее и хладнокровнее своих так скажем коллег этому предшествовало два эпизода в двух словах в первом рейд убили вождя командчи военного Квана тут же взял на себя командование его ранили в ногу но в конечном счете они ушли от погони и все остальные кроме этого вождя убитого остались целы второй эпизод Квана с отрядом обнаружил небольшой табун лошадей в лагере техасов они выпустили лошадей посмеялись похихикали себе взяли самых лучших и за ними устроили погоню 30 человек с дальнобойными винтовками пока они убегали Квана резко прыгнул в кусты а когда с ним сравнялись двое техасов он выскочил и обоих одним махом убил индейцы на все это посмотрели воспряли духом вдарили по техасам и те обмочили штаны и отступили ночью на совете и эта группа Каманчей избрала Квану своим военным вождем в 1861 году в США началась гражданская война это было Каманчам очень на руку почему потому что оборона границ ослабла людей и денежек не хватало и наступило опять время договоров пришлось договариваться с Каманчами тяжелее всего приходилось индейцам осевшим в резервациях потому что и сами Каманчи их резали приезжали не стеснялись и сами эти индейцы между собой воевали были конфедеративные индейцы были союзные индейцы то есть они примыкали к силам внутри страны внутри США в общем казалось нужно было как-то объединиться перед лицом если не захватчиков то хотя бы как-то взаимодействовать и защищать общие индейские интересы перед правительством США но по факту они были как пауки в банке короче в принципе все как обычно на планете земля каждый сам за себя ничего не меняется кстати говоря гражданская война открыла так сказать много возможностей в 1862 году пришло время расплачиваться за старые грешки танкава была целая серия кровавых воспитательных мероприятий говорили что это за страсти пристрастие танкава к каннибализму но скорее всего это была старая добрая но не очень добрая кровная месть кровь за кровь самый всеобъемлющий договор подписанный индейцами южных равнин заключили в октябре 1867 года в лагере Каева место называлось Мэдисин Лодж Крик там были Каманчи Шаенны Арапаха Каева Каева Апачи это последнее большое собрание свободных индейцев на американском западе нас с вами интересует выступление пожилого вождя Ямпарика по имени Десять Медведей он надел очки в проволочной оправе и двинул речь он сказал мое сердце наполняется радостью когда я вижу вас здесь как ручьи наполняется водой когда весной тает снег и я радуюсь как радуется пони когда в начале года появляется свежая трава мой народ никогда первым не натягивал лук и не стрелял из ружья против белых между нами были неприятности мои молодые люди танцевали военный танец но это было начато не нами это вы послали первого солдата два года назад я вышел на эту дорогу следуя за бизоном чтобы мои жены и дети могли иметь пухлые щеки и теплые тела но солдаты открыли по нам огонь так было и у Канады нас также не заставили лить слезы в одиночестве из темноты появились одетые в синие солдаты июты и в качестве костров они подожгли наши дома вместо того чтобы охотиться на дичь они убивали моих воинов а воины племени коротко стригли волосы по усопшим так было и в Техасе они посеяли скорби в наших лагерях и мы вышли как быки бизонов когда нападают на коров когда мы нашли их мы их убили и их скальпы висят в наших домах каманчи не слабые слепые как щенки собаки они сильные и дальновидные как взрослые лошади мы выбрали их дорогу и пошли по ней белые женщины плакали а наши женщины смеялись но есть вещи которые вы мне сказали и которые мне не нравятся они были не сладкими как сахар а горькими как бутылочные тыквы вы сказали что хотите поселить нас в резервации построить нам дома и сделать нам знахарский домик они мне не нужны я родился в прерии где ветер дул свободно и ничто не преломляло солнечный свет я родился там где не было ограждений и все дышало свободно я хочу умереть там а не в стенах я знаю каждый ручей и лес между Рио Грандо и Арканзасом я охотился и жил в этом крае я живу как мои отцы до меня и как они я жил счастливо когда я был в Вашингтоне великий отец сказал мне что вся земля Каманчи принадлежит нам и что никто не должен мешать нам жить на ней так почему же вы просите нас оставить реки солнца и ветер и жить в домах не просите нас променять буйволов на овец молодые люди слышали разговоры об этом и это их огорчило и рассердило не говорите больше об этом я люблю проводить беседы с великим отцом когда я получаю товары и подарки я и мои люди испытываем радость так как это показывает что он держит нас в своем поле зрения если бы Техасы держались подальше от моей страны возможно наступил бы мир но то где по Вашим словам мы должны жить слишком мало Техасы забрали те места где трава росла гуще всего и лес был лучше всего если бы мы это сохранили мы могли бы сделать то о чем вы просите но уже слишком поздно у белых страна которую мы любили и мы хотим лишь скитаться по прерии пока не умрем все конечно были в восторге от этой речи старого вождя Каманчи но сами индейцы они уже прекрасно понимали что прежней жизни им не видать и уж тем более им никто теперь не позволит свободно скакать по земле вообще-то их предков договор был классическим никто ничего выполнять не собирался как обычно зимой 1867-68 годов Каманчи в резервации остались без обещанной еды без обещанного пайка в очередной раз осознав что белые им опять соврали в итоге товары там им конечно прислали но теперь Каманчи столкнулись со старой доброй коррупцией управления по делам индейцев она присуща коррупция не отдельным нациям а к сожалению всем людям одежда которую прислали индейцам мало того что она была ужасного качества она была еще и поношенная им подсунули секонд-хенд чтобы не прогадать брюки которые выдавали индейцам были одного большого размера то есть практически что издевательство было какое-то шляпы которые им давали были как у пилигримов а вместо свежих бизонних стейков которым привыкли каманчи им выдавали засоленную свинину и кукурузную крупу крупу они тут же скормили своим лошадям если прежде проблема ассимиляции и потери идентичности она настигла только ближайших поселениям панатеков то теперь в 1874 году эта участь догнала и остальных каманчей даже казалось бы самые стойкие свирепые к вахаде по утрам уже попивали свежезаваренный кофеек с сахаром потом собирались вокруг медных котлов которые тоже позаимствовали у бледнолицых а вечером попивали виски и смотрели на звездное небо великих равнин и ладно бы там белый человек со своей цивилизацией каманчи начали растворяться среди других племен индейцев традиционный головной убор каманчи это была такая достаточно непримечательная черная меховая шапка с рогами бизонов по бокам я ее помню даже по каким-то то ли школьным учебникам то ли просто книгам из детства а в 1870 году они стали носить по их мнению более презентабельные те самые венцы с орлиными перьями изначально это головной убор конкретно шаенов а теперь их даже сам Квана Паркер не стеснялся носить погребение тоже у каманчи изменилось изначально у них все было просто усопшего относили в пещеру ну или какую-нибудь там расселину на вершине скалы засыпали его камнями и палками и дело с концом теперь они строили высокие погребальные помосты как у северных племен кстати в фильме одинокий рейнджер 2013 года напарник Джонни Деппа тот самый Кема Сабе он просыпается приходит в себя как раз на таком высоком помосте на вершине скалы Каманчи Тонто его притащил туда то ли для обряда своего рода оживления ну или просто чтобы потом его мертвого никуда не тащить танец солнца Каева тоже до этого десятилетиями Каманчи на него смотрели и он их совсем не интересовал а сейчас он резко вдруг стал нужен понадобился но последним гвоздем в крышку гроба были бизоны между 1868 и 81 годами охотники убили 31 миллион бизонов почти всю популяцию этих животных это дельце во-первых было фантастически прибыльным поэтому охотники то и приезжали в этот край во-вторых убивать громадных животных этих было просто до смешного легко что делали охотник брал дальнобойную винтовку находил стадо бизонов устраивался поудобнее в мягкой буйволиной траве и начинал их просто отстреливать один за другим парадокс в том что когда бизон видел своего товарища рогатого рядом который падал замертво с дыркой от пули между глаз он никуда не убегал бизон не убежит пока не увидит конкретно источник опасности а как мы сказали охотники просто прятались либо в траве либо под шкурами и потихонечку одним за одним их пристреливали люди даже ставили такие своего рода антирекорды например охотник по имени том никсон он застрелил за 40 минут 120 бизонов в 1873 он убил 3200 бизонов за 35 дней то есть 92 бизона в день у него руки уставали просто перезаряжать эту винтовку напрашивается вопрос если так много бизонов отстреливали а кто все эти туши обрабатывал не сам же охотник откуда он время находил у каждого из них у этих охотников за деньгами у них была свита из вонючих потных с ног до головы покрытых внутренностями и кровью бизонов шкурников например за легендарным охотником бриком бондом в день он убивал по 250 бизонов за ним ходили 15 таких дурно пахнущих товарищей но самое чудовищное во всем этом было что шкуру бизона сдирали и отправляли дорж-сити на аукцион языки тоже отрезали их потом засаливали это был деликатес кстати говоря во многих вестернах он фигурирует этот засаленный засоленный язык бизонов вкусная штука очень но вот громадные туши животных с ценным мясом их просто оставляли бросали гнить на великих равнинах к весне 1874 года на средних равнинах бизонов уже просто не осталось их всех пристрелили нельзя было никуда деться и без естественно великих комбинаторов куда без них в общем находились те люди которые просто нагло обманывали индейцев и без зазрения совести обменивали ценные шкуры бизонов на дешевое пойло типа там самогон или какой-то низкопробный виски на тот момент индейцы уже хорошенечко распробовали огненную воду и отдельные болеющие души уже были готовы отдать за бутылочку драгоценного Сэма последние портки возвращаясь к Ване Паркеру по факту главным качеством военного вождя была харизма нужно было уметь заинтересовать завербовать воинов к себе у Кваны в этом плане все были козыри на руках вспоминаем его яркую эпохальную внешность интеллект он умел наладить контакт вовремя пошутить в общем Квана был прекрасным оратором но залог успеха это также хорошие и правильные люди рядом возможно самым важным таким человеком был Исатай его имя переводили в прессе как помет койота анус койота волчье дерьмо ну или совсем скромно задний конец волка но более точный непечатный перевод был волчья вульва или влагалище койота шаман целитель знахарь волшебник у Исатая было очень много амплуа очевидно что вся его так называемая магия это были просто фокусы но в части так скажем его идеологических воззрений все было предельно четко и недвусмысленно Исатай был квахаде лет 23 крепкий с широким мощным лицом крупной головой которая казалась минуя шея выходят прямо из его тела говорили что он обладал целительной силой что он мог воскрешать мертвых говорили что пули бледнолицых не могли причинить ему вред в бою правда это никто еще не видел но это было неважно он говорил что может сотворить специальное зелье которое и других индейцев тоже сделает такими невосприимчивы к пулям даже если бы в них стреляли в упор из винтовки повторяю этого еще никто воочию не видел но зато как-то раз в присутствии свидетелей Исатай вытащил из своего желудка целую груду патронов а потом снова проглотил четыре раза опять же при свидетелях он якобы возносился на небеса далеко за пределы солнца прямо к дому тому самого великого духа оставался у этого великого духа там на ночь а на следующий день чудесно возвращался на землю а в довершение когда в апреле 1874 года в небе появилась яркая комета он верно предсказал что она исчезнет ровно через пять дней это была комета Коджа видать у Исатая были какие-то еще знания в части астрономии все каманчи стали обсуждать Исатая он уже мог управлять и погодой и стихиями и чуть ли там пардон из своего зада молнии не извергать на публике он демонстрировал обычные фокусы ну например якобы с возникающими в его руках из воздуха стрелами иллюзия вот эта с восхождением на небеса была посложнее по словам квакерского школьного учителя Томаса Батти он в это время ошивался как раз в лагерях Каева Исатай собирал людей в особом священном месте затем цитирую велел им смотреть прямо на солнце пока он не заговорит с ними а затем позволял их глазам медленно опуститься на то место где он стоит когда они это делали они видели темные тела спускающиеся чтобы принять Исатая с которыми он с этими телами возносился потом к небесам дальше он ускользал и скрывался до своего чудесного возвращения в общем форменное надувательство здесь главное было в другом Исатай утверждал что великий дух наделил его силой чтобы вести последнюю войну с белым человеком войну которая вернет Каманчам былую славу он проповедовал что Каманчам нужно перестать идти дорогой белого человека и начать действовать Исатай был вербовщиком он обрабатывал Шаенов Каева Аропаха во всех этих мероприятиях рядом с ним присутствовал сам мистер Квана они собирали армию в мае 1874 года они скваны организовали беспрецедентное мероприятие совет где во-первых присутствовали все Каманчи представители всех племен и самое главное где был один единый вождь ну и в-третьих Исатай приглашал всех на танец солнца как мы уже с вами отметили что десятилетиями он Каманчам совсем не нужен был они на него не обращали внимание это была тема конкретно Каева а теперь понадобился приехали почти все даже панатеки из резервации Каманчи были они конечно эталонными анимистами то есть они считали что сила и магия она не концентрируется в каком-то отдельном месте ну как в случае танца в солнце они считали что она распространяется эта сила по всей вселенной но с 25 стороны подумали а вдруг сработает да вдруг прокатит что не попробовать кому-то может показаться что индейский танец солнца он чем-то похож на наш отечественный хейра на языке наших коренных народов севера напоминаю это например ненцы долгане нганасане хейра значит солнце праздник этот связан с появлением небесного светила после долгой полярной ночи своеобразное такое начало новой жизни у нас люди разводят большой костер водят хоровод по часовой стрелке взявшись за руки общаются ну и присматривают какие-то варианты для создания семьи знакомятся у индейцев все было гораздо радикальнее тут тоже присутствовали песни танцы костер американские индейцы обязательно трубочку курякали при этом но у них танец солнца это тяжелое физическое и духовное испытание это жертва своему народу ритуал проводился раз в год весной ну или в начале лета когда бизоны собирались вместе после долгой зимы что делали молодых людей привязывали к стволу священного дерева кожаными ремнями эти ремни закрепляли на груди у танцоров спицами или острыми косточками продетыми через кожу на живую прямо в определенный час индейцы начинали танцевать и продолжали так в течение нескольких дней в это время они не ели не пили танцующий должен был освободиться от этих ремней то есть вырвать эти спицы прямо из кожи в некоторых случаях вместо столба использовали какие-то тяжелые предметы ну например череп бизона танцор должен был волочить его по земле пока тоже не вырвет эти спицы или косточки из кожи вот от таких крайностей квана с индейцами они отказались вместо этого они пускали клубы священного дыма в сторону солнца танцевали разыгрывали сценки охоты на бизонов пили виски и всю ночь проиграли на барабанах в общем как на шашлыки собрались в конце концов примерно половина из всех согласились последовать за кваной и исатаем не будем подробно как-то разбирать череду событий нам ну очевидно что вся эта так называемая магия исатая она совершенно не работала индейцев как ни в чем не бывало расстреливали из дальнобойных и многозарядных ружей исатай придумывал какие-то неубедительные прохладные жиденькие оправдания но на вроде того что например за день до битвы шаены убили и освежевали скунса и вот якобы из-за этого его магия не смогла работать его колдовство каманчи в магию верили но с абсолютными лопухами точно не были примерно летом 1875 квана вероятно понял что если уж невозможно противостоять неизбежному этой могущественной цивилизации которая развернулась на американском континенте его народу гораздо разумнее просто адаптироваться чем отправиться кормить червеев землю так про отцам по легенде квана ушел медитировать на вершину горы он молился и просил о наставлении того самого великого духа когда вдруг сперва увидел волка который завыл на него и побежал в сторону форта стил дальше он увидел орла который несколько раз спикировал на него и улетел на северо-восток квана растолковал это как мол его народу нужно сдаться люди его согласились с этим в июне 1875 года свободное команче все конец кване было на тот момент 27 лет всего лишь он по праву заработал репутацию свирепого и харизматичного воина настоящего хладнокровного убийцы на руках которого была кровь многих и индейцев и белых сколько точно он убил он так и не сказал никто об этом не знает но он дальновидно на эту тему естественно комментариев никаких не давал но это был конец карьеры возможно самого выдающегося из молодых военачальников команче закончилась сорокалетняя война которую правительство сша вело с одним индейским племенем квана поселился в резервации своими двумя женами детьми в скромном домике типе как и остальные стоял в очередях с продуктовыми карточками за этим так себе пайком все богатство исчезло однако это не означало что квана отказывался от своих политических амбиций да у него оставались еще много конкурентов на лидерство претендовали уцелевшие вожди командчей постарше ну например спина лошади на коне млечный путь панатеки дрожащая рука от сотока и особенно слышащий восход солнца из ямпарика они по-прежнему обладали большим влиянием у них было больше опыта как минимум но квана понимал то что возможно не понимали эти другие вожди старой формации что путь к власти лежит через белого человека это он определяет лидеров квана быстро собрал вокруг себя нужных людей стал пытаться налаживать связи со своей белой семьей но тут он кстати говоря сразу узнал что к сожалению мечта воссоединиться со своей любимой матерью ей не суждено было сбыться да синтия уже к сожалению умерла сама квана писать не умел поэтому ему приходилось привлекать к этому его новых друзей среди которых например был вспыльчивый командующий армии бывший оппонент кваны Ранальд Слайдер Маккензи страшный человек его множество у него было боевых ранений его война очень сильно потрепала квана брал у этого Маккензи уроки манер и обычаев белых людей но не забывал общаться со своими соплеменниками чтобы хоть как-то скрасить их нелегкую жизнь в резервации но разговаривать он умел пошутить тоже умел известный скотовод и рейнджер Чарльз Гуднайт который в свое время преследовал отряд Пэттена Конны он был следопытом и тот самый кто нашел в щите Каманчи целую книгу история Римской империи он умудрился приобрести второй по величине каньон на западе США в общем как-то раз квана со своим отрядом они забрели в этот каньон и начали убивать скот Гуднайта Гуднайт лично приехал разобраться мол ребята в чем у вас собственно проблема а индейцы были мягко говоря не в восторге что их некогда священная земля теперь собственность какого-то бледнолицого Гуднайт объяснил что он вообще-то здесь скот выращивает Каманчи поинтересовались они в курсе ли он что этот край принадлежит им Гуднайт не растерялся он ответил что слышал что они претендуют на этот край но что большой капитан техасов он тоже на него претендует недвусмысленно намекая на самого себя они чуть поговорили Квана согласился тоже с ним лично теперь поговорить а не через посредников и спросил мол ну что у тебя есть напоминаю в этот момент они стояли на земле Гуднайта и уже скот его успели убивать Гуднайт сказал спокойно сохраняя самообладание у меня много ружей пуль хорошие люди хорошие стрелки но я не хочу драться пока вы меня не заставите следи за порядком веди себя прилично а я буду давать тебе по две коровы через день пока вы не выясните где там все-таки остались эти самые бизоны на то мы порешили чуть позже прибыли на место 25 чернокожих солдат под командованием белого лентинанта их заранее вызвал сам Гуднайт но теперь сказал что мол индейской угрозы больше нет то есть все я уже вопросики все порешал урегулировал их Квана он уже давным давно вел себя очень осмотрительно держал себя в руках все воинские инстинкты были в прошлом он прекрасно понимал что проблемы его людей теперь можно было решить только политическими методами а не силовыми но команды Каева они изначально испытывали к черным солдатам некую ну неловкость что ли одни их называли солдаты бизоны буфало солджи потому что их жесткие кудрявые волосы напоминали им безунью гриву может кто-то вспомнит песню Боба Марли одноименную буфало солджи там строчки солдат буфало оказался в сердце Америки угнанный из Африки привезенный в Америку индейцы считали афроамериканский солдат злым колдовством плохой магией бэтмэдсен это были единственные противники с которых они не снимали никогда скальпа в общем между солдатами и командчами завязалась драка гуднайт пригласил квану и этого белого лейтенанта чтобы они урегулировали конфликт на что лейтенант сказал что мол если индейцы не утихомирятся то он заберет у них оружие кван ответил вы можете забрать оружие и указал на несколько палок которые стояли в углу мы их используем на неграх ну то есть кван намекал что им в этом деле оружие пули не понадобится да они справятся и палочками бизонов они так и не нашли в итоге в США тем временем полным ходом набирал обороты скотоводческий бизнес и квана быстро сообразил что его люди смогут заработать на этом напоминаю индейцы были в очень печальном плачевном положении и голодали и что только с ними не делали в 1884 году индейцы проголосовали да то есть непринудительно все это было было и согласились они начали сдавать свою землю в аренду скотоводам по вполне приемлемым ценам плюс скотоводы нанимали самих этих индейцев на свою же землю в качестве ковбоев пастухов задумка квана сработала теперь индейцы смогли зарабатывать вполне сносные деньги если испокон веков Каманчам не нужна была эта централизованная политическая власть то теперь это было очевидно полезно когда квана защищал их интересы даже в суде квана также отгородил Каманчи Икаева от так называемого культа пляска духа в двух словах у отдельных активистов конкретно был такой якобы пророк по имени Вавока вот по его словам у него были апокалиптические видения что с небес спускаются погибшие индейцы и уничтожают белых узурпаторов в общем очередная история про там под лозунгом бей белых спасай индейцев побудительные мотивы были конечно понятны но повторяюсь правительство не выполняло никаких договоренностей индейцы голодали их щемили местное население и прочее но было очевидно что ни к чему кроме как к бессмысленным смертям эти движения не приведут грубая индейская сила она уже не работала нужно было работать головой к тому времени авторитет кваны стал еще серьезнее ранее в 1886 году Джеймс он опубликовал первую книгу о матери кваны синтии энн паркер там были фотографии подробности происхождения и описание самого кваны абзац буквально из книги квана говорит по-английски он весьма цивилизован и владеет раньше со значительным поголовьем скота и небольшой фермой носит гражданский костюм и соответствует обычаям цивилизованного мира в то же время красивый и достойный сын равнин он высокий мускулистый прямой как стрела смотрит вам прямо в глаза очень смуглая кожа прекрасные зубы и густые черные как вороное крыло волосы предмет зависти дамских сердец у него красивый экипаж и он ездит на паре одинаковых серых лошадей квану как-то спросили мол а почему он отказывается оставить у себя только одну жену почему у него до сих пор несколько жен квана отвечал давным-давно я жил на свободе среди бизонов на равнинах и у меня было столько жен сколько я хотел согласно законам моего народа раньше я воевал в Техасе и Мексике вы хотели чтобы я перестал воевать и все время посылали мне сообщение прекращай квана тогда вы не говорили сколько у тебя жен квана теперь я пришел и прекратил как вы хотели вы говорите о женах какую из них не бросить ты девочка уходи у тебя нет папы и ты малыш уходи вы их подберете может показаться двойка из серых лошадей экипаж да ферма что квана уже давным-давно летал где-то в стратосфере как это часто бывает с политиками то есть давно он оторвался уже от своего народа живым подтверждением обратного был его чудесный дом шикарный как бы это забавно не звучало построил он его в 1890 году на большой дом нужно было много денег квана пытался получить эти деньги у правительства но ему сказали что либо мистер паркер оставит себе одну жену либо денег выделить не получится квана оставил себе всех жен профинансировать строительство согласились в конце концов его друзья скотоводы 10 комнат потолки 3 метра 2 этажа домик стоил более 2000 долларов и стоял на возвышение в тени горы Вичета по тем временам это вообще сумасшедшие были деньги чуть позже к нему пристроили широкое двухэтажное крыльцо колонны и нарисовали на крыше дома огромные белые звезды он так и стал известен как звездный дом никогда прежде ни один индейец не владел никогда таким домом в нем поселились 8 жен и 19 детей квана изначально у него вообще детей было 24 но к сожалению пятеро умерли еще совсем маленькими две дочки кваны они позже вышли за белых мужей а сам он усыновил двух белых мальчиков одному нашел в цирке в цирке в Сан-Антонио так вот вокруг этого дома не то что крутились там стоял всегда целый палаточный городок из бедствующих индейцев квана и его семья они помогали всем всем своим людям кто нуждался в крови или еде и никогда никого не прогоняли для еды он жертвовал собственный скот из личного стада они накрывали большой стол а готовили и обслуживали людей собственные жены квана кстати говоря в доме в течение 10 лет работала белая русская эмигрантка по имени Анна Гомес по рассказам очевидцев квана был гостеприимным веселым любил поговорить и особенно любил поговорить о своих визитах Вашингтон ну и о политике он часто обедал с семьей по имени Миллер и как-то сказал что мол белый человек вытеснил выдавил индейцев с этой земли на вопрос мистера Миллера мол а как это так они сделали как это получилось квана попросил его сначала сесть на бревно во дворе квана сел рядом и сказал мол подвинься мистер Миллер подвинулся квана поднялся снова сел прямо впритык рядом к мистеру Миллеру и сказал повторил подвинься так продолжалось ровно до тех пор пока мистер Миллер попросту не свалился с этого бревна примерно вот так сказал квана к 1890 году кване официально разрешили подписываться как квана Паркер главный вождь Каманчи у него конечно еще сохранялись политические конкуренты тот самый бывший например подельник Сатай но для большинства его роль была уже очевидна за год до этого в 1889 году Конгресс США пытался хитростью отнять земли у индейцев если в двух словах в общем индейцы должны были отказаться от своих племенных коллективных общих земель а взамен получали бы свой собственный участок персонально каждый но во первых расчет был хитрого конгресса землю рассчитывали в два раза меньше на человека во вторых компенсация она была за какие-то вообще гроши правительство просто отказывалось на самом деле называть точную сумму за которую оно хотело выкупить землю у индейцев но под давлением кваны он не оставлял их в покое они предложили в итоге 2 миллиона долларов в сумме на совете квана спросил комиссара сколько вы точно даете денег за один акр земли комиссар ответил я не могу знать квана возмущался а как вы тогда приходите к числу 2 миллиона долларов если вы не знаете комиссар отвечал мы просто догадываемся хитрое правительство и в итоге им на сделку пришлось в любом случае идти почему потому что США они заблаговременно позаботились и приняли закон который вообще-то говоря позволял президенту без лишних вопросов просто заставлять индейцев отказываться от земли стратегическое положение ну повод это уже было дело десятое на самом деле хоть квана и впрягался как говорится за свой народ за индейцев да разбирался с этим вопросом на самом деле по нему это ударило больше других и он потерял большую часть своего дохода хотя казалось бы да возможно мог бы и отсидеться втихаря да потому что он там как бы представитель официальное лицо может быть его бы все это и избежало однако нет полез на рожон с правительством очень скоро лагерь вокруг их дома с бесплатной едой и кровом для своих соплеменников он сделал его практически нищим будучи человеком преклонного возраста он носил широкую шляпу стэдсон шерстяной костюм и по-прежнему заплетал длинные черные волосы в две небольшие косички помимо того что Квана был один из ведущих религиозных деятелей Каманчи он также был главной движущей силой пиотской религии так называемого пиотизма многие приходили в звездный дом как раз чтобы получить молитвы связанные с церемониями пиота пиотом Каманчи называли лафафору Уильямса это маленький североамериканский кактус без колючек рода лафафора в мякоти этого кактуса содержится вещество мескалин которое вызывает слуховые и зрительные галлюцинации растет он в северо-восточной Мексике и в южных районах штата Техас информирую что употребление мескалина и культивирование лафафора Уильямса запрещено в Российской Федерации за это предусмотрена уголовная ответственность не принимайте наркотики известно что индейцы использовали его в своих ритуалах еще начиная с 1716 года Квана возродил его использование у Каманчей дальше это подхватили Каева Витчета Спауни Шауни ну и все остальные по цепочке историк Олес и профессор Хобель писали это был вероятно самый важный культурный вклад Каманчей в жизнь других американских индейцев Кване конкретно очень доставалось за все эти ритуалы от его политических оппонентов он всячески защищался как-то парировал вот прямая цитата самого Квана Паркера белый человек идет в свою церковь и говорит об Иисусе а индейец идет в свой типе и говорит с Иисусом эти ритуалы в конечном итоге трансформировались в организацию которая сегодня называется церковь коренных американцев в США культивирование и употребление пьета тоже запрещено законом однако на основании опять же их законов о свободе исповедания традиционных индейских культов церкви разрешается его использовать в своих церемониях интересное описание растению дал монах Бернардино де Саагон в книге общая история о делах новой Испании 1570 год там речь шла в контексте исследования ацтеков как я понял текст очень старый поэтому язык у него немножко такой причудливый Саагон писал есть другая трава подобная местной смоковнице называется пиотель она белая растет там в области дротиков на равнине которая называется путь мертвых в северной части те кто ее съедает или пьет видят ужасные или смешные видения как после грибов длится этот дурман один день два или три дня а потом исчезает тем не менее наносит вред сердцу приводит в беспорядок опьяняет овладевает людьми это обычная пища народа чечемеков потому что она поддерживает их и воодушевляет на битву и бесстрашие и не чувствуется ни жажда ни голод и говорят что она предохраняет их от любой опасности пью пьет мучаюсь несмотря на свой статус весомый в обществе на самом деле жизнь у Кваны в итоге была очень нелегкой у него были большие проблемы с деньгами прокуроры его регулярно прессовали за все эти ритуалы с тем самым пьетом его бросили несколько жен походу возможно как раз за финансовых проблем и по-прежнему не унимались его политические конкуренты в том числе старый добрый мистер и сатай над его кроватью в доме висела фотография его любимой матери которая навсегда осталась в его сердце это самая фотография где Синтия Энн Паркер была с дочкой цветком прерии на руках 10 декабря 1910 года его мать окончательно перезахоронили в миссии пост-оук на церемонии Квана произнес простую речь на своем ломаном английском 40 лет назад умерла моя мать она попала в плен к Каманчим в 9 лет любила индейцев и жизнь в дикой природе настолько что не хотела возвращаться к белым родным все мы одни и те же люди в любом случае говорит Бог я люблю свою мать через 3 месяца в феврале 1911 года Квана возвращался домой после визита поездки к своим друзьям шаенам он уже знал что был болен 23 февраля 1911 года он умер от сердечной недостаточности к утру у дома Квана собрались сотни к полудню уже около двух тысяч человек среди них были индейцы белые мексиканцы они пели и молились его положили в любимой оленье шкуре с заплетенными в косы волосами гроб накрыли и опустили в могилу рядом с его матерью Синтия Н. Паркер в 1890 году у Кваны было большое стадо крупного рогатого скота лошадей он был обеспеченным человеком а когда он умер от стада практически ничего не осталось он продолжал кормить и никогда не отказывал своим людям в помощи которые приходили к его дому в банке у него лежали всего несколько сотен долларов он наоборот даже задолжал 350 долларов которые покрыли в итоге продажи его нескольких мулов Квана был из того исчезающего последнего поколения каманчи которые еще помнили бескрайнюю вольную степь где не было ни частной собственности ни границ он был из тех последних каманчи для которых главной ценностью была свобода воля сын белой женщины его выслеживала самая большая сила когда-либо направленная на уничтожение индейцев вопреки всему он стал последним вождем самого могущественного и влиятельного племени в истории Америки он не привык отчаиваться или опускать руки он встречал трудности которые в изобилии подкидывала ему жизнь лицом к лицу сегодня нам о нем напоминают книги история вроде этой и надпись на его могильном камне покоюсь здесь пока не наступит день не упадут тени и не исчезнет тьма это Квана Паркер последний вождь каманчи если вам понравилось если вдруг кто-то досмотрел до конца подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте лайки шлите друзьям и знакомым подкаст может быть ему тоже понравится пишите в комментариях кто вообще досмотрел до конца как вам судьба и синти и эн такая неоднозначная и Кваны Паркера как вам жизнь каманчи хотели бы вы также рассекать степи щелкать в шеи зубами в описании ссылки на таймкоды на все источники ссылка на группу вконтакте с аудиоверсиями подкаста есть телеграм канал на всякий пожарный есть яндекс деньги пайпал если хотите поддержать меня есть патреон с подпиской подкаст есть в iTunes опять же ссылка на самым первой будет на книгу Сэма Гвини замечательную без нее я бы ни в жизнь бы не сделал этот подкаст если у вас есть какой-то более-менее уровень английского и вы заинтересованы чтобы он совсем не чах не пропадал рекомендую к прочтению книга замечательная пасхалки образ каманча Мо-Вай он же дрожащая рука он же толкающий в середину тот самый который был в том числе претендовал на лидерство помимо Квана Паркера все всем спасибо дружочке до следующих до следующих